Такого рода заключается в том, чтобы каждая сессия была бы сфокусирована на двух-трех вопросах политического характера. И так, Ориет, она имеет собственные вопросы в этом плане, но также она получила целый ряд вопросов от наших удаленных участников, и я думаю, эти вопросы можно получить через ваши компьютеры. Все эти вопросы, они, я думаю, будут очень интересны в качестве дополнительного стимула для нашей дискуссии. И еще один момент. Многие из вопросов, которые мы сегодня обсуждали и будем обсуждать после обеда, завтра будет в 9.30, у нас будет специальная сессия по этим вопросам по слежке в интернете. И я думаю, действительно, здесь очень будет интересная сессия в плане того, что у нас будет очень интересная дискуссия. И с этим я хотел бы передать слово господину Моджону, который является также и председателем группы советников. Спасибо, господин Маркус. Добрый день, дамы и господа. А теперь мы продолжаем нашу работу. Речь идет об открытости, свободе слова в интернете и свободе выражения. Я здесь с той целью, чтобы заменить профессора доктора Харки Стути Харки снова, директора вопросом об общем прав человека, потому что он должен быть в парламенте. И таким образом мы будем обсуждать свободу выражения и свободу и открытость интернета. У нас имеется очень много ключевых вопросов, которые мы обсуждали до этой сессии в рамках наших рабочих групп. Соответственно, вопросы поднимались относительно прав человека, относительно того, каким образом мы можем использовать интернет для того, чтобы продвигать права человека. И также я хотел бы отметить, что касается третьего вопроса. Я уверен в том, что все мы сможем очень много узнать друг от друга относительно вот этого вопроса. Я думаю, что все начинают обсуждение с общего понимания того, что интернет очень влияет на жизнь людей, независимо от их социального статуса, гендера и так далее. Таким образом, интернет это фактически революционное технологическое решение, которое изменило наш стиль жизни, включая правительство, частный сектор и жизнь обычных людей. Соответственно, технология влияет на, в частности, права человека. Я здесь имею в виду, прежде всего, свободу выражения, потому что интернет становится все более и более важным инструментом не только для того, чтобы поддержать права человека, но также и это важный инструмент по улучшению качества жизни. Таким образом, права человека являются очень важными в этой сессии. С точки зрения международной права человека достаточно сказать, что свобода информации, свобода выражения содержится в статье 9 всеобщей декларации прав человека, которую вы, я думаю, знаете наизусть. И также здесь имеются особые оговорки относительно того, что свобода является очень важным инструментом такого договора о социальных и экономических правах, правах ребенка, а также конвенции по искоренению всех форм дискриминации по расовому признаку. Таким образом, все участники государства, представляемые этим участникам, уже присоединились к этим важным международным документам, и, соответственно, права человека, а они также отражены на национальных законах, которые гарантируют права выражения. В Индонезии, 230 миллионов населения Азии, также расположенные на 15 тысяч островах, в Индонезии являются очень большими пользователями интернета. Соответственно, мы можем сказать, что Индонезия и ее интернет-ассоциация отметила, что количество интернет-пользователей в Индонезии достигло 63 миллиона, это увеличение на 43%, на 14,3% по сравнению с 2011 годом. И, в дополнение, наши данные показывают, что интернет очень оказывает большое влияние на твиттер, блоги и многие другие социальные средства массовой информации. Соответственно, мы видим, что в настоящее время более 50 миллионов пользователей Фейсбука и 20 миллионов активных твиттеров пользователей, соответственно, Индонезия действительно является выражением и примером свободы слова. Это также очень выражается в свободе, в частности, в статье 2028 и нашей Конституции выражает свободу выражения как неотъемлемое право каждого человека. И, соответственно, статья 12ф подчеркивает право на информацию для социального развития, экономического развития. Кроме этого, очень важно подчеркнуть возможность защиты информации личного характера и пользователей социальных сетей интернета. Соответственно, также мы видим, что вот эти специальные положения, они гарантируют свободу выражения информации в нашей стране. Тем не менее, я не хотел бы, чтобы вы подумали, что все очень хорошо в моей стране. Точно так же, как и в других странах, у нас имеются проблемы в правоприменительной практике, а также недопонимание отдельных групп сущностей процесса свободного выражения и свободы слова. Мы считаем, что очень важно посмотреть и на правовые последствия того или иного действия в случае безосновного использования обвинений под прикрытием свободы информации. Также очень важно отметить, что мы работаем в рамках права на информацию, что является основным принципом нашей демократии, таким образом, чтобы люди имели доступ к информации через все возможные источники. Соответственно, мы продолжаем работу создания нашей деятельности на принципах добросовестного использования средств массовой информации. Также очень важно посмотреть на развитие веб-сайтов с данными, которые поступают онлайн, тем, чтобы информировать нашу общественность по всем очень важным решениям. Также очень важно отметить, что у нас, согласно глобальному рейтингу, опубликованную интернет-технологами в 2010 году, Индонезия находится несколько ниже среднего уровня мирового, и находится на уровне 109 и 193 стран. Соответственно, признавание, это отставание наше правительство сделало необходимые условия для того, чтобы улучшить это условие. В результате этих усилий в 2012 году отчет по глобальному рейтингу поставил Индонезию на 97 место, и, соответственно, это существенное улучшение в плане свободы информации. Я также хотел бы отметить, что мы будем в конечном счете улучшать наше положение по правам человека, и в частности, свободы выражения. В этом плане я также считаю, что мы касательно тунисской повестки дня 2005 года по информационным сообществам, а также интернет-правительствам, также я считаю, что здесь очень важно подчеркнуть, опять-таки, принцип свободы выражения, как неотъемлемого права человека. Теперь я хотел бы представить модератора для нашего сегодняшнего мероприятия, нашей сессии, прежде всего, госпожа Энджи Кофакс, слева от меня, проект Интернет-демократии, а также господин Йоганн Хеленботт, Министерство иностранных дел, Штокгольма. Далее я хотел бы также предоставить слово нашим модераторам. Спасибо, господин Мучиона. Сейчас я хотел бы коротко сказать, что действительно эта комната очень большая, и мы пытаемся сделать нашу сессию более интерактивной. Я надеюсь, я хотел бы, чтобы люди, сидящие сзади, сели бы ближе, потому что у нас вокруг этого круглого стола действительно еще очень много свободных мест. И, кстати говоря, все, кто сядет ближе, найдет машину для приготовления кофе Экспрессо, Экспрессо под вашими стульями, но они находятся, эти машины для кофе Экспрессо, только под стульями, которые находятся ближе к нашему круглому столу. Итак, меня зовут Анна Ковач, я представляю проект Интернет-демократия в Индии, а также я буду совместно проводить эту сессию с представителем МИД Швеции. Также Джолик Гевард, который является нашим докладчиком из IPC, а также у нас имеется представитель шведского правительства, который будет наблюдать за ситуацией в Твиттере, по мере наших обсуждений. Наши удаленные участники, они находятся вот на этой стороне, тот человек, который за ними следит. Итак, я хотел бы отметить, что действительно это историческая сессия. В течение восьми лет мы говорили о правах человека в рамках форума IGF, и в конечном счете эта дискуссия материализуется. Таким образом, мы прошли достаточно большой путь от резолюции по правам человека и про резолюции, которая отмечает необходимые достижения по правам их выражения в интернете. Соответственно, я думаю, что мы будем ссылаться на эти документы, но, как Марк уже отметил, у нас будет завтра специальная сессия по слежке в интернету. Я думаю, также очень важно посмотреть и на права человека, который мы должны обязательно отражать в наших дискуссиях. И вот такой баланс, и, надеюсь, мы сможем сохранить. Итак, я хотел бы сказать, что у нас очень долгий список людей, которые заранее хотели бы выступить. Пожалуйста, поднимите руки, кто в этом списке уже имеется. Итак, я вижу, что также сидящие сзади нашей аудитории, пожалуйста, приблизьтесь к микрофону, потому что без него вы просто не сможете выступать. Итак, несмотря на то, что у нас имеется три уже назначенных выступающих, я хотел бы провести эту дискуссию в интерактивном режиме, поэтому, пожалуйста, не превышайте лимитов три минуты. Если вы увидите желтую карточку, то значит, что вы уже исчерпали свое время, а красная карточка означает, что я вам сейчас отключу микрофон. Это очень важная сессия, и я думаю, что очень важно посмотреть на разные точки зрения. Мы также хотели бы попросить вас выражаться коротко, но по существу. Также у нас очень-очень много выступающих, как я уже сказал, поэтому сессия будет интерактивной. В заключении, что касается Твиттера, хаш, то есть, касая 8а, это вот код к Твиттеру, пожалуйста. Теперь мы начинаем нашу сессию. Небольшое спасибо, Аня. Меня зовут Йохан Харренбург. Я работаю в МИДе Швеции, в Стокгольме. Также я являюсь докладчиком по правам человека. И, соответственно, здесь очень важно посмотреть на интернет-программу и интернет-свободу. Здесь также у нас имеется очень важный вклад со стороны региональных участников с прошлого года. Мы хотели бы любезно попросить выразить свои основные мнения от шести основных регионов. И свои мнения, пожалуйста, вы можете выражать онлайн три основные задачи, вызовы или истории успешного осуществления ваших проектов. Итак, это три темы. Три вещи, и у вас три минуты высказаться по этому поводу. Итак, давайте посмотрим, как мы это можем сделать. Давайте начнем с Йохан Харренбург, с Аксесс. Мы вам представляем слово Йохан. Пожалуйста. Ближе к микрофону. Я являюсь директором по доступу, а также организации accessnow.org. Я думаю, что мы все слышали о тех скандалах, которые произошли этим летом по поводу свободы выражения, обмена информацией. Прежде всего, речь шла о частной информации. И, соответственно, NSA в Великобритании имеет свою сеть. И я думаю, что здесь мы пытаемся посмотреть на определенный прогресс в контексте Америки. Прежде всего, имеется специальный совет по свободе выражения. Мы формализировали недавно официальный статус, придали этой организации. И, соответственно, также имеется целая сеть организаций по правам человека. Это также встречается здесь, на Бали. Также нужно отметить, что здесь защита не только американских граждан, но и также всего мира, граждан, пользователей, интернета, и, соответственно, здесь очень важно посмотреть, что многие дебаты имеют в виду в контексте ситуации Соединенных Штатов. Но то, что мы слышали от коллег Вашингтона, что имеется международное давление на лица со стороны Соединенных Штатов, действительно, здесь имеется давление со стороны компаний, которые скрывают большинство из необходимых данных, компаний, которые присоединились с международным платформом, такие как Google, Facebook, Yahoo и так далее. Microsoft также присоединился к целому ряду организаций. Соответственно, здесь очень важно посмотреть на необходимости лица для того, чтобы в конечном счете у нас была больше транспарентности по доступу к данным. И я думаю, в рамках этого процесса мы видим и законодательные движения в Соединенные Штаты. Транспарентность является очень важной задачей. Что касается реформы, есть имеется несколько правовых проектов, законопроектов. Я думаю, что здесь очень важно посмотреть на то, что здесь имеется программа по метаданам Токио, многие другие программы в этом плане. И я думаю, действительно, мы можем оказывать, продолжать это давление прежде всего на Соединенные Штаты в плане того, чтобы эти данные в конечном счете получить. Ну что ж, спасибо. Это было очень краткое выступление. Пожалуйста, Гаячжи, представитель Синяя, из Азии, а вы исполнительный директор Гаяпов. Здравствуйте, спасибо. Я представляю региональную сеть Медиа Двокаси Группа. Что касается этого вопроса, я хотел бы прежде всего поделиться двумя вещами, которые являются предметом озабоченности для нас, а также посмотреть на позитивные явления. Прежде всего, это касается недавнего принятия декларации по правам человека в рамках контекста ОСИАН, то есть это декларация прав человека стран ОСИАН. К сожалению, сама декларация ниже минимальных стандартов относительно международных стандартов, и один из жертв этого компромисса это свобода выражения. Статья 23 декларации, которая говорит о свободе выражения, берет все из статьи 9, за исключением того пункта относительно перекрестной трансграничной свободы информации. Также очень важно посмотреть на ИТФ, соответственно, ОСИАН приняла эту декларацию без этого права, соответственно, это вообще для нас предметом озабоченности относительно того, что было очень много нарушений выражения свободы слова онлайн. Также это еще один момент, что страны в регионах действительно двигаются назад в более регрессивные политики и регуляторные нормы. Особенно это касается использования онлайн просторов для выражения собственного мнения. Соответственно, здесь имеется законодательства, которые были приняты в радие национальных юрисдикций относительно специальных пунктов по уголовному преследованию за клевету через онлайн источники. Таким образом, мы видим, с точки зрения политики, вот такие в Юго-Восточной Азии у нас опасения, но тем не менее, я думаю, что у нас также видно, что в некоторых государствах очень актуальна реакция со стороны гражданского общества, например, на Филиппинах был наложен временные ограничения на закон по киберпреступности именно из-за того, что гражданского общества расбунтовалось. Соответственно, вот такая стратегия очень будет эффективна и в дальнейшем. Еще один момент, мы видели также очень много по мере того, как растет онлайн пространство для массовой информации, соответственно, очень много создается саморегуляторных организаций онлайн и я думаю, это очень важный момент среди регуляторных принципов. Это не официальные регуляторные принципы, но созданные собственным интернетом. Спасибо. А теперь Эдуардо Бертони из Аргентины и посмотрим, что он нам скажет. Пожалуйста, Эдуардо. Спасибо, Иоганес. Я Эдуардо Бертони, профессор из Аргентины, директор Центра по доступу к информации и свободы к выражению. Я думаю, что действительно имеется очень много латиноамериканских коллег здесь и сейчас, я думаю, мы можем расширить нашу точку зрения в дальнейшем благодаря участию моих коллег. И три вопроса прежде всего, конечно, очень сложно сказать от всей Латинской Америки за три минуты, но я попытаюсь. Три вопроса это закон о киберпреступности, контроль за онлайн контентом и вопросы чашной информации. Закон о киберпреступности мы за несколько лет скажу, что мы пока не начинали с 2013 году. Многие страны приняли специальные законы по киберпреступности или специально улучшили свои законодательства в этом плане. Многие из этих законов, они неясны, расплывчат и не хорошо спроектированы и, соответственно, это может создавать проблемы по свободу выражения и приватности. Что касается контент-контроля, то, с моей точки зрения в регионе это прежде всего введена ответственность посредников, а также сайбер угроз или анти детской порнографии положения были введены. Это нормально, но некоторые положения могут влиять напрямую на свободу выражения особенно людей, занимающихся выражением собственно точки зрения онлайн. Вот, например, в Аргентине что касается ответственности посредников, в Перу также были такие проблемы, что касается нового закатательства, которое мы предлагали. Что касается Бразилии, то директор Google был задержан именно в плане того, что на него была наложена ответственность как посредника. И также еще закон о защите данных и соответственно эта проблема касается прежде всего слежки и соответственно также здесь очень важно посмотреть на опыт Чили Бразилии и других стран в этом плане. Эти законы не очень хорошо были созданы, спроектированы и также очень много стран таких как Эквадор, Бразилия и других, которые также весьма могут пострадать из-за таких законодательных инициатив прежде всего с точки зрения защиты частной информации. Спасибо. А теперь мы переходим к Африке и посмотрим что нам скажет Фатла Атла из Африканской комиссии по правам человека. Спасибо большое, добрый день. Меня зовут Фатла, я представляю комиссию по правам человека, но я буду говорить от имени всего африканского континента. Прежде всего я хотел бы сказать что я говорил по Day Zero, то есть нулевой день, так сказать, по правам человека, дискуссия онлайн, это был целый такой форум онлайн. Я хотел бы несколько моментов указать, что касается Африки. Прежде всего первый раз в Африке вы включили выключатель и появился свет. Соответственно так же стало из крана лица вода. И еще один шаг вперед. Первый раз вы смыли в туалете заработал унитаз и соответственно вот что происходит в Африке, в африканском контексте, что многие стали испытывать это в первый раз, о чем я только что говорил. Хотя многие из них сейчас у нас есть опыт в онлайновой коммуникации, однако у нас до сих пор еще люди, которые живут в Африке, они никогда практически не имели тех предметов роскоши, которые не являются предметами роскоши, такие как иметь туалет с проточным и так далее. Вот это с чем я имею дело в Африке. Но я хочу сейчас даже в Южной Африке, сейчас я буду говорить о главных вызовах, которые стоят перед нами в Африке. И об этом уже много раз говорили за последнее время, о правах человека, о доступе, о непросто на личной безопасности, о безопасности вообще и так далее. Конечно, естественно, все это имеет отношение к Африке, но нужно понять, кроме того, какой огромный разрыв существует между богатыми слоями населения в Африке и бедными слоями. И поэтому, когда я, потому что есть люди, которые занимаются техническими вопросами и так далее, и у них, можно говорить, на одном этом языке, но вопрос становится все еще, как мы будем делать наши приоритеты, будет ли это доступ к интернету, будет ли это безопасность наших интернетных коммуникаций, или будет это неприкосновенность личной информацией, или это будет просто, будут какие-то базовые услуги, или мы можем пользоваться интернетом как платформу, для того, чтобы удовлетвориться в достижении каких-то других прав. То есть, когда мы придем сейчас и спросим, как это вообще не тогда, что вы хотите, интернет или электричество? Я говорю, конечно, электричество, но, кроме этого, можно говорить также об образовании, но, три главных точки, которые я хочу подчеркнуть, это то, что интернет и доступ к нему, с точки зрения инфраструктуры, оборудование, доступ сам, и так далее, для людей, которые страдают инвалидностью, люди, которые вообще в каком отношении будут, то женщины, я не, вот это уязвимое, это мне не очень нравится термин, ну, потому что это обычно люди как бы и дискриминируются против, ну, кроме этого, дети, а потом безопасность, тоже, опять-таки, особый вызов, когда мы говорим об Африке сейчас, то, если мы возьмем какие-то более развитые страны, в которых интернет более развит, то тогда и доступ более широко доступен, тогда, естественно, мы там видим, что сейчас, и видим сейчас на континенте за последнее время там ограничены свободы, есть, так называемые, желтые карточки и так далее, то есть, когда перехватывается у вас с вашей коммуникацией и так далее, мониторинг ведется, слежение и так далее, и я хочу сказать, что в Африке и вопрос о телемедицине и так далее встает тоже, в Южной Африке, например, есть, создаются мобильные платформы и так далее, когда можно будет тоже, это тоже для нас очень большая подвижка в этом плане, это очень помогает людям жить. Да, большое спасибо, здорово. Хорошо, когда не когда-то готов, то Ли, он из Союза Европы, пожалуйста, ваше замечание, Европа, Ли Хаббат. Спасибо. Мы, когда мы думаем о правах человека в общем плане, это то, что уже 60 лет назад, в силу того, что права человека так часто нарушались, и когда были, были проведены первые конвенции, декларации там и так далее, всем, чтобы в будущем не повторялись, такие грубые нарушения прав человека, поэтому первое, о чем я хочу сказать, это вопрос о доверии, создании доверия между правительством, между властями, между компаниями, между людьми там и так далее, поэтому в этой классике все говорят о правах человека, но вопрос о том, как вообще ведется какой-то надзор, который является законным и так далее, или слежение, и также вопрос о том, люди, которые являются выслужблорами, там и так далее, то в Европе были большие дискуссии, а кто является, а кто там предал кого-то, а кто смотрит за теми, кто вообще должен следить за нами и так далее, как можно обеспечить прозрачность, может быть, слишком широкие законы у нас, можно ли мы доверять людям, которые проводят вот такой надзор за населением по этому вопросу, а доверие, он очень ключевой, а теперь, когда в резолюции говорится о том, что как бы и в оффлайновом, и в онлайновом режиме должны проводить все государства так или иначе, то первое, что я хочу сказать, это то, что вопрос не только об охране прав человека, и так далее, но вопрос о самоопределении, что вы делаете на интернете, и до этого говорил уже в одном из документов, которые у вас есть в пакете, и так далее, Брюс об этом говорил, о том, как мы можем взять в свои руки там контроль над своими данными, и поэтому в Совете Европы, и так далее, вот как раз вопрос о том, когда вы даете разрешение на что-то, насколько это важно, есть ли есть какие-то у вас пути, посредством которых вы можете бороться, там с кем-то взять, стать законно, поставить на какую-то сторону, подать на кого-то в суд, там и так далее, поэтому это довольно-таки острая проблема, и, конечно, свобода выражения, доступ к информации, поэтому довольно-таки много уже происходило, и говорили много об этом, о том, насколько социальные мидии, там и так далее, деформация, выражение ненависти, и так далее, и на этом потом, как работает криминальная деформация, там и так далее, вот декриминализация, и прочее, о чем Франк Лару говорил, поэтому, когда мы говорим о контенте, там и так далее, о том, когда не следует определенным процедурам, предусмотренным законом, и так далее, поэтому, какие есть какие-то охраняющие механизмы, как суды, стоят ли нам на страже или нет, а вопрос доступа к информации, это тоже, опять-таки, если вы напоминаете об одном суде, который подошел в суде по правам человека, который говорит, что нельзя, например, закрыть вообще полностью доступ к каким-то определенным сайтам, потому что будет нарушение свободы слова, и в декабре был такой судебный случай, судебное рассмотрение, и так далее, когда считалось, что ваши права могут быть нарушены в онлайн-режиме, в европейском контексте, а что касается доступа, то это, дискуссия о нейтралитете, она речь идет об открытом интернете, и о заботе, с которой сейчас садится, что садится ли интернет вообще каким-то большим местом для шоппинга, и так далее, с одной стороны, там будет как бы свобода, и доступ, и так далее, и чтобы это было бы одинаковое какое-то, чтобы было место, в котором все в мире были одниаковые права, но вернемся к этому еще раз, сейчас, послушаем анвесы, из Северной Африки, посмотрим, что он скажет о том, как вещи, и, кроме того, может быть, Ближний Восток тоже, перспектива Северной Африки, Ближний Восток, представьте себя, пожалуйста, и с другой стороны, мой, Моэс, спасибо, Йохан, спасибо, я буду говорить о ситуации в Тунисе, в Тунисской ситуации, в последнее время очень изменилось, А то в отношении того, что у нас, конечно, регламент был там очень слабым, и были, конечно, законы против киберпреступности и так далее. Но проект, который мы подготовили до революции, он был плохим проектом, потому что он был основан в Будапештской конвенции. Но одновременно, когда мы посмотрим на эту конвенцию, вы увидите, что там много вопросов, связанных с цензурой и так далее. Поэтому после революции, может быть, мы сейчас догоним ход событий и так далее. Я не знаю, насколько быстро мы это все определяем, потому что много перемен происходит. В новости сейчас мы все еще пытаемся продвинуться вперед, и поэтому я хочу подчеркнуть сейчас также важность вот этих конвенций. Я знаю, что мой коллега здесь смотрит на меня, и мне кажется, что очень важно, чтобы хорошо понимать вот эти вот смысл этих конвенций. Можно воспользоваться их в качестве базы, но, может быть, можно использовать это и в плохом направлении, не уважая права человека. Поэтому, работая с другими заинтересоваться в моей стране, мы видим, что эти конвенции еще плохо понимаются, и поэтому достаточно много еще необходимо неприкосновения с личной информацией, как потенциал расширять и так далее. Поэтому, это действие, о чем я хотел бы говорить сейчас, и хотел бы поговорить также о роли общества. Вы знаете, какая ситуация, и что происходит с Конституцией. Но важно поднимать эти вопросы внутри общин, потому что борьба с цензурой, обеспеченность свободы онлайн. Мы, если у вас интернет, например, заблокирован, тогда все кричат опять, о, цензура, цензура. Но, если люди все еще ждут, мы должны как бы объяснить им, откуда все произошло. Спасибо. Могу я сейчас скажу? А, когда я вам показываю желтую карточку, у вас еще, еще тогда, вы знаете, что у вас еще 30 секунд остается. Моез, у вас еще 30 секунд. А, я уже 30 секунд за вас использовал. Ну, ладно. Спасибо, Моез. Я знаю, что хорошо, что вы поделились с этим. До того, как мы на самое время на вопросы и на ответы там и так далее. Я хотел бы сейчас спросить у наших подушителей, которые были в прошлом году здесь, о том вообще, что происходило в Азербайджане. Да, за этот прошедший год, с тех пор, как они принимали у себя там АйЧФ. Где представитель Азербайджана? Представитель Азербайджана попросил слово. Вот здесь дома нету. Нету в зале. Хорошо. Итак, если они придут, тогда мы тогда дадим слово. Нету, пока нету. Сейчас мы открываем сейчас микрофоны в отношении того, что происходит в глобальном плане сейчас. То, пожалуйста, не без колебаний выступайте своими замечаниями. Представьте себя. Спасибо. Это не то, о чем я хотел бы говорить. Но, тем не менее, вот как раз вопрос встал в этот час, поэтому я хочу сказать сейчас об киберпреступности. Правильно. То, что происходит в нашем правительстве сейчас. Я из Пакистана. Наши правительства сказали, что это все основано на Будапештской конвенции. И там в отношении были киберслежения. Когда я прочитал конвенции, там ничего такого не было. Поэтому совершенно правильно, что нас фактически обманывает правительство. Говорит, о, да, вот конвенции, вот нам тоже приходится это делать. Поэтому нам необходимо развивать процессы, чтобы гражданское общество, чтобы бизнес понимал. Потому что это могут пользоваться, как бы, конвенцией в качестве оправдания. Да, это довольно-таки видно, что во многих частях света это общее, в многих странах это. Есть кто-то еще по поводу конвенции или каких-то региональных каких-то подвижек? Открыт микрофон. Если нет. Вон я вижу кто-то. Кто-то, микрофоны кто-то дает. Я из Объединенной Арбской Республики, Али. Я работаю с международной компанией по правам человека с прошлого года, уже до сих пор. У нас были выборы. И теперь у нас есть, по счастью, умеренный президент, такой он подвещал нам изменить кое-что. Нечто, что связано с интернетом, включая увеличение скорости интернета в Иране. И с тем позволит так же, чтобы социальные медиа работала. И мы стараемся следить за ним, следить, чтобы это его обещание исполнялось. Поэтому это большой шанс для того, чтобы предложить иранскому правительству, чтобы можно было быть принимателем такие конференции, как АЧФ, всем, чтобы в какой-то мере помочь достижению большего прогресса в этих странах. Спасибо. Сейчас последнее слово в этой части для Амил Зейну из Аербайджана. У вас три минуты сказать, чтобы несколько слов о том, что произошло за последний год. Дорогие друзья, я из Азербайджана. Год тому назад Азербайджан принимал у себя АЧФ-12. Что произошло за этот последний год? К сожалению, я не могу ничего хорошего вам сказать, что касается свободы интересов нашей интернета, нашей страны. Наше АЧФ правительство изменило свои правила. Сейчас девять журналистов, которые сидят в тюрьме, три блогера и так далее, два защитника прав человека и так далее. Поэтому многие политические активисты арестованы и так далее. Кроме этого правительства не только изменило свои законы. Но у нас есть законы о дефомации по радио и в отношении печатных, газетам и так далее. Поэтому сейчас можно вас на три года арестуют и посадят, если вы что-то скажете на Фейсбуке или на Твиттере. Правительство может, по-прежнему блокирует некоторые критические интернетные сайты. Но у нас не такая ситуация, как в Китае или в других странах, но частично у нас свободный интернет. Но то, что я вот хочу спросить сейчас, почему Азербайджан не реализовал те обещания, которые были даны Азербайджанам и его властями до IGF? По-моему, IGF и Сегдат IGF организовали слежение, мониторить за этим после ситуации, после и после IGF. Поэтому, если вы организовываете вот такое большое событие, такую конференцию в стране, как Азербайджан, надо, конечно, следить за этим не только до того, как произойдет конференция, надо продолжать очень пристально следить за тем, что происходит в стране, давать соответствующие рекомендации и получать отклик какой-то о том, что происходит в стране. Спасибо за ваше внимание. У нас будет, у меня мало времени, поэтому мы одновременно подготовили тоже особый отчет, в котором рассказывается о том, что у нас изменилось в разделе инженера, поэтому у нас, во-первых, есть онлайн PDF, но есть также и печатные копии, которые вы можете получить, поэтому, вон сейчас еще там, джентльмен, пожалуйста, да, ваше вам слово. Я не хотел выставить, меня зовут Калик Фатал, я президент, представитель многоязыковой интернетной группы, но сейчас поднята была точка, которая была очень важна для нас о том, как месформация в глобальном уровне распространяется, как насколько нужно наращивать потенциал, то, что мы слышали о том, что происходило, какие усилия прилагаются, мы так говорим, мы в 2020 году, например, моя группа провела большое исследование о том, как используется интернет на новых рынках, начиная с арабских там стран, потом фарсии и урду. Мы провели опросы на нескольких языках в этих языковых общинах. Я сам лично летел на семинары в столицах этих стран, и мы встречались с главами агентств, которые регулируют интернет в этих странах. Я хочу только сейчас вам сказать, просто насколько, как трудно нам сейчас вот этот потенциал наращивания в этих странах. Больше всего, у людей вообще не знают, что такое айкан, и какие-то детали, что такое свобода слова, как она продвигается и так далее. Поэтому в этих рынках они достаточно, что они... Поэтому, да, то есть в основном люди рады, если они просто на фейсбуке уже общаются, и там, загруз себе, что-то скачивается интернетом. Но еще огромный у нас просто разрыв, для того, чтобы эти люди могли войти в какое-то новое пространство, с тем, чтобы они стали гражданами интернета, чтобы они могли делать то, что вот заид сейчас говорит, а чтобы они могли бы тогда образовать вызов своему правительству, спрашивать, говорить ему тоже, то, что они говорят, с унитарной точки зрения, это, конечно, потрясающий вызов перед нами, сколько мы там не будем заслуживать наше похвальное заверение там и так далее. Но мы по-прежнему все еще работаем в каком-то закрытом пространстве, нам необходимо его... наш открытый разговор вот для этих огромных развивающихся рынков, потому что мы можем кое-что из этого. На прошлом месяце мы провели несколько саммитов, которые мы проводим как раз в этих развивающихся рынках, в отношении того, что происходит, огромные сейсмические перемены, которые сейчас происходят. И поэтому необходимо, чтобы предмет обсуждения был бы релевантным, чтобы он соответствовал интересу, был бы актуальным для этих соответствий. Пусть это будет... Многие люди плохо понимают. Мы видим сейчас. Мы сейчас, когда заходим в дом, включаем свет, и вот мы все, что... Мы больше об электричестве ничего не хотим знать. То есть они не понимают о том, что это может придать им какой-то потенциал, может придать им какую-то новую, новые возможности. Это огромный вызов. Но это нечто, это то, что мы должны... Мы сейчас пойдем дальше, к следующей части. Аня будет у нас модератор, будет у нас ведущая этой дискуссии. Мы позволим сейчас тоже прокомментировать какие-то региональные подвижки там и так далее. Мы сейчас будем говорить о том, что сейчас будет отвечать более злободневные вопросы. И вы раздели это сейчас на три различных раздела адреса. Объясните, пожалуйста, что мы имеем в виду. Спасибо, Иоанн. Давайте начнем с того, что, как некоторые говорят, что какой-то огромный сейчас слон в комнате. Это вопрос именно как раз об слежке. Я хочу сказать сейчас, а почему вот эта вот слежка является вопросом о неприкосновении политических прав, но одновременный вопрос о свободе слова. Я очень рад быть здесь. Фактически, что касается технического сообщества, я говорю с точки зрения технического сообщества, если мы посмотрим на стандарты открытого интернета, то мы видим сейчас, что мы хотим сейчас обеспечить, чтобы дейтрализованные какие-то сети могли бы переговариться друг с другом, тем, чтобы люди могли бы обмениваться информацией, идеями. Это первое, что я хочу подчеркнуть. Большое взаимоотношение между техническим, техническим конструированием, дизайном интернета и свободной выразительной реальностью не является настолько идеальной, идеализированной, поэтому, как и многие другие технологи, открытый интернет, он может быть обудаюстрым мечом, и это может привести к тому, что будут нарушены фундаментальные права человека. Мы видим это так, когда проводилось очень жесткое наблюдение, слежка за людьми. Мы, инженеры и техники, конечно, с большой озабоченностью относимся к этому вопросу слежения. Если мы посмотрим на пионеров интернета, которые создали какую-то сеть, которая должна была помогать связи между людьми, а не для того, чтобы это использовать для глобального слежения за переговорами. Поэтому сейчас приходится работать очень вплотную с тем, чтобы можно было бы с точки зрения технической общины сейчас, и вопроса надзора, и слежки. Это не новая тема для инженеров, но эти вот, последние новые какие-то инциденты, вот такое следование воздвижения привели к тому, что сейчас люди все больше начинают люди говорить об этом более открыто. Я говорил в начале завещания с представителем ITF, и он высказал свои довольно-таки жесткие взгляды с технической перспективы, поэтому мы должны уходить от интернета, который является как бы по умолчанию опасным, к тому, который является безопасным по умолчанию. Поэтому второе, это то, что мы должны сделать так, чтобы слежение было бы более дорогим, не только с точки зрения финансовых вложений, но и с точки зрения того, что, чтобы вас обнаружили, когда у вас более открытая интернета, тогда люди, которые отчисляют какое-то нелегальное слежение, или скрытое слежение, могут быть легко опознаны. Но есть пределы тому, что можно чисто технически решить. Я хотел упомянуть три вещи. Когда может даже сам политический контекст изменить за счет технологий. Например, когда страна вводит сюда шихровку и делает ее легальной, то тогда мало что можно сделать. Тогда можно, конечно, поэтому, если у вас есть какие-то комические приложения, которые основаны на этих исключительных случаях. Технология не поможет вам, если потребители не говорят об этом друг с другом. И поэтому необходимо, кроме того, чтобы сами пользы обеспечили больше безопасности своих. Поэтому я фактически все, что я хотел сказать и о том, как техническая сообщество относится к этим вопросам неприкосновенности, свободы выражения. А сейчас Миша говорил мне сейчас из Миши Чадри. Миши, вы здесь? Нет? А у них есть Freedom Law Center есть такая организация. Может быть, она здесь? Нет? А вот. Да, мы видим сейчас сначала первое, да, отклик на то, что было сказано. Ленард, скажите, а под возрастом Миши будет выступать? Да. Я хотел всего лишь только обратить ваше внимание к Webindex. Это как работает Webindex, как работает интернет в разных странах, примерно в 80 странах. Да, вот я говорил про Webindex. Пытался тоже на Твиттере работать с тем, чтобы люди могли следить за тем, что я говорю. Webindex — это инициатива Web Foundation, фонда Web, которая следит о том, насколько здоровым отъявляется интернет в 80 странах в 2015 году, он в декабре. Это будет как бы провозглашение начала работы организации на совещание ICTD. Я надеюсь, что вы будете пользоваться этим. Другой будет, это будет еще. Есть еще такой, значит, фонд World Wide Web. И это всего называется Web, который мы хотим, Web We Want, который будет давать гранты для информации организаций, которые выступают за продвижение прав человека на сети. Спасибо меня за вот этот вклад ваш. Сейчас я хочу еще сказать одну вещь. Давайте перейдем сейчас к вопросу об надзоре. Миша, я хотел спросить вас, Миша, он из Центра по юридическому праву в отношении интернета, мне и приложение к Миши. Когда мы часто слышали о том, как вот этот надзор вызывает сейчас и слежение, какое вызывает сенсации там и так далее, что все больше все начинают признавать, что по этой проблеме существует. Это является национальным вопросом или вопросом международного плана? У вас за вами микрофон есть, Миша, подойдите к микрофону. Когда говорите национальный вопрос, вы говорите конкретно об Индии или вы говорите вообще в рамках любой страны? Пожалуйста, можете поговорить об Индии, но можете говорить и в более широком контексте. Это, конечно, национальный вопрос. И какая здесь разница между этим? Это то, что слежение в национальном плане, что все как бы агентства безопасности там и так далее, естественно, они будут следить за тем, что происходит и что они годами занимаются, потому что технология просто сейчас дело облегчила для них эту работу слежения, но вопрос есть в том, что национальном уровне, когда вот это слежение ощущается, то оно все-таки в рамках закона, а что касается глобально-глобальном плане, то тогда национальный плане имеет ли какое-то обязательство перед своими гражданами, чтобы можно было их охранять от надзора, который будет поступать из-за рубежа или шпионажа, который приходит из-за границы, поэтому в индийском контексте у нас есть нечто, что может быть более сложное, то есть поступают новые программы там из GJQ, ну, короче говоря, или это правительство Соединенных Штатов, ну, это черная дыра, то есть у нас есть центральная система по слежению, и там нет никого законодательства, которая охраняла бы права человека, его неприкоснительной информации, в 21-й статье вроде бы это заложена сама идея неприкоснительной информации, но система центрального слежения существует, и ее не обсуждают в парламенте, мало очень информации можно получить о ней в открытой печати, и поэтому либо это как-то просачивается иногда в прессе, или мы видим сейчас, что вот как можно посмотреть доступ в реальном времени там к различным общению на линии и так далее. Конечно же, доступ к таким транзакциям мало имеет отношение собственно к национальной безопасности, но скорее это относится к национальной налоговой инспекции. Соответственно, у нас имеется официальная информация и там и здесь к сожалению у меня пока нет больше времени говорить детально по этому поводу. Спасибо. Я думаю, Аниша Прокаш из интернет-обществ Индии хотел бы что-нибудь добавить. Я хотел бы просто два момента указать. Первое касается того, что мы видим сейчас с точки зрения надзора и слежки и это не последствия того, что было и не продолжение того, что было, потому что цифровая технология фундаментально изменила эту формулу, потому что сейчас у нас благодаря технологиям имеется возможность массовой слежки, которая беспрецедентна в человеческой истории. Конечно же, всегда было сбор данных и шпионаж, перехват коммуникаций также было точно так же, как и послушивание разговоров и письменных сообщений. Однако сейчас изменились масштабы, что действительно угрожает свободе слова в глобальном масштабе, чего раньше не было. И второй момент. это пример, иллюстрация этого. То есть, было ранее министр Харинбанди в кадрафе, и он был убит в 2003 году, и его убийцы пока еще не найдены. Соответственно, широкие подозрения, хотя не доказанные, что он был убит, потому что он был министром, который был представлен перед гражданским судом общественности в 2002 году. Как была об этом информация? Это была секретная информация, но у него была сим-карта, которая зарегистрирована на его друга, и поскольку полиция смогла получить доступ на те списки звонков, которые были с этого телефона, соответственно, и о него могли вы следить, и в конечном счете это привело к его гибели. Но еще, пожалуйста, комментарии мэриям Зурзуки из представителя Европейского Института по правам человека. Пожалуйста. Тот пункт, который касается того, что масштаб слежки приобрел совершенно другие формы, касается прежде всего угрозы свободы выражения слова и частной информации. Я хотел бы узнать, действительно ли мы сейчас лучше, чем шесть месяцев назад, потому что у нас теперь лучшее понимание ситуации или нет. Да, спасибо, Аня. На самом деле вы используете эту метафору слона в посудной лавке. Однако я хотел бы отметить, что действительно вы можете видеть лес за деревьями и вопросы слежки, вопросы права на личную информацию, они в конечном счете должны рассматриваться через призму NSA. Прежде всего мы должны не забывать о том факте, что корпоративные фирмы проводят трекинг, стреживание пользователей онлайн, что в свою очередь является покушением на право человека и свободу слова интернет-пользователей. включает конечно же представители телеком отрасли и провайдеров интернет-услуг, а также программного обеспечения. Таким образом вот такое отслеживание пользователей также может использоваться для профилирования, то есть сбора данных по профилю того или иного гражданина и также это очень важно посмотреть, что в конечном счете это сводится к тому, что содержится оперативная информация спецслужбами, а также отслеживание корпоративных фирм как коммерческих их пользователей также. Во-вторых, мы не должны забывать, и я хотел бы здесь вернуться к вопросу национальной слежки, потому что это также очень важный момент. Здесь очень важно отметить, что большинство правительств на национальном уровне приняли законы, которые позволяют использовать массивную систематическую сбор обмена данных и данных по трафику. Например, закон по сохранению данных по интернет-пользователю является частью европейского законодательства, и мы должны осознавать, что это не простые технические данные, но эти данные позволяют также картировать предвижение граждан в географическом смысле, а также их личные связи. Соответственно, это также является собой очень большим воздействием на свободу выражения, потому что в конечном счете это ведет к цензуре за пользователями, и здесь есть совершенно явная связь между приватностью свободы слова и защите частной информации. Итак, я вижу, Санджей, вы хотели бы прокомментировать, и вы также, я думаю, будете говорить как докладчик по результатам этого обсуждения. Так что давайте сейчас посмотрим на два этих отчета, и, пожалуйста, Санджей, вы будете первым. Я хотел бы несколько слов сказать о том, как слежка может влиять на свободу выражений. Меня зовут Соня Келлингер с Freedom House. Действительно, то, что мы видим в нашем исследовании, что слежка ведет самоцензури, и это один из явных моментов. Но также очень важно отметить, что когда имеется широкая слежка за гражданами, особенно там, где нет верховенства закона, соответственно, люди начинают самоконтролировать себя, что говорить в сети. И также, в частности, это происходит, когда активисты политические в тех странах, где нет верховенства законов, фактически сталкиваются с полицией, которая преследует их за то, что они сказали онлайн. И еще мы видим в целом, что слежка, особенно на национальном уровне, повышается во масштабах. И мы видим также, что происходит в Соединенных Штатах, например, и каким образом это влияет на глобальное мировое сообщество. Но если мы посмотрим на наши исследования в Боснии, то мы можем посмотреть, вот, когда возьмем гражданина Бахрэни в России, они не боятся, у них нет самоцензуры, но они боятся того, что будет, если они начнут критиковать свои власти через онлайн, и соответственно, вот здесь нужно фокусироваться на том, что, конечно, происходит в Соединенных Штатах. Также в этом плане несколько еще выводов можно сделать, но мы пока с ними повременим. Спасибо, Санжи. Джон, может быть, вы можете добавить с вашего рабочего семинара выводы. Да, мы говорили о свободе онлайн, но также на этом семинаре мы говорили по вопросам GNI. И что касается политики по продвижению свободы слова и отношения этого феномена со слежкой, совершенно очевидно, что мы пока не видим институтов, которые могли бы работать по этому поводу. прежде всего это достоверность представления свободы слова онлайн по всему миру и каким образом это будет соответствовать демократическим принципам объединения в двойных стандартах тех стран развитой демократии, которые прибегают к такой слежке. И, соответственно, было много высказано вчера со стороны китайской делегации, когда они вступили в спор с американской делегацией, говоря, что вам нечего случить относительно свободы выражения. Но здесь фундаментальный вопрос касается не только политиков, но и институтов, потому что здесь очень много вопросов связаны с нашей следующей дискуссией завтра, которая будет говорить о слежке. И я думаю, что здесь позитивно и достаточно эффективно посмотреть на продвижение свободы слова с одной стороны и с другой стороны повышение тенденции слежки в массовом характере. Спасибо, Джон. Вы напомнили нам очень важную вещь. Вместо того, чтобы фокусироваться на правительствах, здесь также обвиняются можно в этом и частные структуры. Надо также напомнить, что слежка ведется и бизнес структурами, не только правительством. И теперь я хотел бы также обратиться к Росу Ле Жонесу из Гугла. Ну что ж, я должен ответить за правительство, да? Нет, но вы можете ответить относительно вопроса, что бизнес будет делать для того, чтобы восстановить доверие пользователя, что действительно очень-очень подорвано в настоящее время. Да, вы правы, очень-очень подорвано доверие пользователей. Итак, мы очень хотим поддерживать положительные отношения с нашими пользователями прежде всего. И таким образом откровение Сноудена нанесли серьезный ущерб вере, которая была у многих пользователей в отношении нашей компании. И действительно, мы должны сделать все, чтобы пользователи продолжали доверять нам и пользоваться нашими услугами. Я также очень горд той ролью, которую всегда Гугл играл, когда речь идет о вопросах защиты пользователей, особенно вопросах транспарентности. в течение трех лет мы признавали факт, что пользователи имеют право знать, что правительство хочет от них, что в данном случае правительство использует, как оно использует базу данных наших пользователей, потому что действительно мы укрепляем нашу репутацию в течение многих лет, практически два года мы провели в секретных переговорах с американским правительством с тем, чтобы нам было позволено открыть количество запросов со стороны спецслужб США по раскрытию информации и, тем не менее, нам не сказали, что мы не должны даже называть это число, но мы на его назвали, так что нам приятно слышать, что целый ряд компаний присоединились к этой инициативе и делают собственный отчет транспарентности. Транспарентность, конечно же, не является панацеей, но, по крайней мере, мы можем обсуждать эти вопросы, жная факты. Ситуация заключается в том, что откровения Сноудена дают нам определенную информацию, но не дают нам информацию, которая нам действительно необходима для конструктивных обсуждений этого вопроса. Вот почему мы подали в суд на американское правительство и на другие компании, вместе с другими компаниями, с тем, чтобы они позволили нам говорить об этом. Спасибо, Рос. Итак, пожалуйста, у вас вопрос, пожалуйста, микрофон, сейчас будет комментарий с мест, после этого мы будем обращаться к Твиттеру. Спасибо. Действительно, я хотел бы задать вопрос кому-то из Турции относительно истории, каким образом Атаманская империя сделала ошибку с Гетенбергом, когда они помешали действию этой тогдашней интернет-системе практически. И я думаю, что нужно посмотреть на слежку и на свободу слова. Я смотрю это по-другому на это. действительно недоверие, несправедливость особо распространена в коммерческом мире, потому что люди, которыми следят, не знают, что это происходит с ними, и, соответственно, этим пользуются спецслужбы. Это несколько противоречиво. Если есть вообще какая-то слежка, тогда информация, получаемая слежкой, должна быть доступ на правительство и общественность в целом. Например, я с собой ношу всегда Apple, телефон, iPhone, и, соответственно, Apple знает, где я нахожу. И таким образом Apple должна предоставить эту информацию общественности, что общественность будет знать, каким образом слежка может осуществляться. И тогда слежка будет происходить осознание ослежки будет в очень высоком масштабе, когда люди знают, что происходит с ними, когда они носят эти мобильные устройства. Соответственно, очень ограниченная информация в настоящее время, очень ограниченное количество институтов такая информация доступна. И это несправедливо. И несправедливо относительно миллионов людей, которые доставляют такую информацию, за которым следят, и которые даже не знают, что происходит такая слежка. Так что давайте более открытым быть. Спасибо. Спасибо. Это также, конечно, правильное время посмотреть на наши веб-сайты, посмотреть на принципы, которые означают необходимый пропорциональный .org, nationalinproporzal.org, то есть это принципы, которые необходимо иметь в виду, нужно иметь в виду распорядность, а также слежка происходит тогда, когда она необходима, но только в том масштабе, когда она действительно требуется. Спасибо за то, что вы нам напомнили об этих принципах. А теперь я хотел бы посмотреть, есть ли у нас вопросы от удаленных пользователей. От удаленных пользователей ничего, может быть, в Твиттере что-нибудь появилось, пожалуйста, Твиттер, модераторы, вы хотели бы что-нибудь сказать относительно того, что вы увидели в интернете? Похоже, что вопросы уже были отвечены здесь, на этом круглом столе. Пожалуйста, может быть, еще участники каких-либо семинаров хотели бы поделиться с нами своими выводами в результате работы на этих семинарах. Теперь у нас время на один-два комментария. Вот, пожалуйста, вы хотели бы, пожалуйста, вы, уважаемый, задайте вопрос первым. Да, пожалуйста, вы, Удагав Сакав, исследователь онлайн-сенсоршеп, онлайн-цензура. Я хотел бы понять, что ранее мы говорили, что это является нарушением прав человека в случае самоцензуры, но что более опасно, когда люди не знают, что за ними следят, и, соответственно, это более катастрофическое, потому что, когда Facebook или Google сказал, что ваша информация будет пользоваться для рыночных целей, соответственно, когда соглашается пользоваться, значит, он берет на себя информированное решение о риске, но когда кто-то не понимает или не знает, что они являются субъектом слежки, это более серьезная ситуация. Вот почему скандалы возникают более серьезного масштаба. И, соответственно, здесь очень важно посмотреть на скандал с НСА, когда, соответственно, здесь правительство должно решать на политическом уровне, но компании, такие как Google, очень часто мы видим предложения от активистов, почему бы по умолчанию иметь кодировку от одного пользователя, конечно, к другому, и соответственно, это будут инновационные вопросы, когда техники будут смотреть на возможность от компании иметь интерфейс, то есть, это специальная частная возможность в кодировке от одного пользователя к другому напрямую сообщений, и, соответственно, никто больше не может тогда перехватывать это сообщение, только два человека будут обмениваться информацией зашифрованного вида. Я понимаю, что здесь имеется определенного рода маркетинговые выводы, но доверие пользователю куда более важно. Пожалуйста. Итак, у нас еще несколько выступающих, и я хотел бы сказать, что действительно, вот, Secure My Client, многие стараются разработать эту программу. Итак, да, спасибо, теперь я хотел бы отметить также по вопросам слежки. И сейчас очень важно, говорит Брэд Салеман, и здесь очень важно посмотреть по организациям, которые работают в мире. И действительно, здесь вопрос легальности, законных целей, пропорциональности, необходимости и так далее. И здесь мы видим о принципах, которые работают, мы видели на конференции, как министр из Швеции, министр гражданных дел, используя эти принципы, как основа своей презентации перед другими министрами в этом комнате. Действительно, здесь очень важно посмотреть на также последствия нарушений права человека, как результат массовой слежки. Спасибо, Брэд. Mark Covers из Index Censorship. Действительно, очень важно посмотреть, что мы говорим о слежке со стороны и национальных спецслужб, но также очень важно посмотреть на реальные физические угрозы активистам гражданского общества, например, что касается АФРС, международное, то, что произошло в Азербайджане, что действительно предыдущий хост в конечном счете предал эту ситуацию и, соответственно, речь идет о физических атаках, серьезных систематической слежке против активистов прав человека. Соответственно, здесь очень важно посмотреть о стандартах демократии, потому что очень важно посмотреть, что делается в авторитарных государствах. Действительно, вы, соответственно, очень часто мы можем забывать, что в настоящее время по всему миру люди физически подвергаются атаке и вынуждены бежать из своей страны, как, например, активистам Азербайджана. Мы должны помнить об этом. Спасибо. Спасибо за это напоминание. Действительно, сейчас мы переходим к следующему блоку. Сегодня после обеда, когда мы будем говорить о свободе выражения. Пожалуйста, Росс, я хотел бы проверить, хотели бы вы несколько слов сказать с точки зрения Google. Да, действительно, мы говорим о преимуществах подобного рода кодировки сообщений от одного к другому пользователю. имеется специальное приложение в браузере Chrome. Я не хочу сказать, что все наши услуги совершены, но мы работаем в этом отношении, чтобы защищать личные данные. Спасибо. Спасибо, Рост. Может быть, мы тогда перейдем к следующей сессии. Да, конечно. Мы пытаемся определить, что соответствует должным соблуждениям права человека в реальности, и мы должны также понимать, что это означает соблюдение прав человека в виртуальном онлайн мире. Свобода выражения вышла в авангард обсуждений за последние годы, и здесь может быть несколько слов рассказать о свободе выражения онлайн, и Гай Боргер из ЮНЕСКО скажет нам несколько слов. Как вам кажется, Гай, угрожает ли ситуация свободе слова онлайн, и что можно сделать, чтобы защитить свободу слова онлайн? Спасибо, Йохан. Действительно, я думаю, что здесь очень важно, что свобода выражения должна поддержаться как онлайн, так и оффлайн, и, соответственно, нужно посмотреть, как эти процессы взаимосвязаны. Что касается свободы выражения, нужно понимать, что с точки зрения всеобщих правов человека это не только выражение относительно посылки каких-то сообщений, но также и получение этих сообщений. Декларация ООН о правах человек говорит о двух сторонах монеты. Действительно, это очень важно, потому что если у вас имеется только одна составляющая, когда вы можете выражать себя, но люди вас не слышат или не принимают вашу информацию, нет никакого смысла в такой свободе, потому что ограничение получения информации является также ограничением свободы выражения. Что еще очень важно отметить в этой связи это возможности блокирования, фильтрования информации. И, соответственно, здесь также очень важен вопрос связанный с доступом информации. Мы говорим о доступе, но не всегда о праве доступа с точки зрения свободы выражения концепции, которые включают в себя и то, и другое. Я думаю, очень важно отметить здесь, что также можно сказать, что это не собственно слежка, но также незаконная слежка, что является очень важным. Здесь имеется вопрос права и фильтрования и блокирования, блокировки информации незаконного характера. То же самое можно сказать, какие законные ограничения для выражения свободы, какие законные ограничения, которые могут быть выражены в блокировании, блокировке и фильтровании информации и соответственно норма это свобода, а ограничения являются исключениями сами по себе, ограничения должны быть ограничены и соответственно здесь очень важно рассматривать это, также посмотреть на ограничения слежки, что в конечном счете может сделать ее законной. Мы можем сказать, что в этом плане это является ограничением законного характера по 13 принципу, соответственно, это в таком случае будет закон ограничения права, ограниченная слежка. И что касается блокирования и фильтрования информации, это большое, большое масштабное явление. Здесь это должно рассматриваться опять-таки, что является законным фильтрованием и блокировкой информации, также можно посмотреть и такие же принципы, которые представляют вот эти 13 принципов от гражданского сектора, а также пакта о гражданских социальных свободах, и соответственно эти принципы должны прилагаться к блокировке и фильтрованию информации, так что вот здесь возникает вопрос в связи именно с этим о свободе выражения. То есть получаются такие же ограничения, они могут ограничить свободу выражения в реальном мире, точно так же как это делается оффлайн и онлайн, да, я думаю и в тех и других в другой среде это не ограничение. Если имеются такие ограничения, они должны подпадать под не те же стандарты, то есть это должны быть обязательно законные ограничения, которые совпадают с принципами пропорциональности и транспарентности, но действительно в некоторых странах, когда мы работаем с особыми вопросами, в частности речь идет о секретной информации, действительно доступ к этой информации будет более ограничен, чем другой, это так я понимаю ситуацию. Я хотел бы сейчас обратиться к Миша Кадата из Индии, действительно вы активист гендерных прав, я хотел бы знать относительно вашей точки зрения свободы выражения онлайн, какой у вас опыт в этом плане вашей работы, да, то, что я хотел бы сказать сейчас с точки зрения гендерных и сексуальных прав, я думаю, что, как мы все понимаем, одна из основных задач, в рамках которых используется закон на интернет, с моей точки зрения, это как раз те мероприятия, касающиеся сексуальности и гендерного вопроса. Я думаю, здесь происходит эволюция, и я думаю, речь идет о крупных мероприятиях большого спектра. Например, подумайте о ВИЧ-положительном человеке, который хочет узнать, как использовать презервативы онлайн, также о лесбиянке, которая хочет найти себе подобных онлайн, подумайте об инвалиде женщины, которая смотрит порнографию онлайн, подумайте о мигрантах рабочих, которые занимаются киберсексом и так далее. То, что я хотел бы сказать, что, к сожалению, все вот эти лица ограничиваются их права в рамках секс-контента, и это большой для них урон, конечно же. Таким образом, здесь очень важно посмотреть на попытки закрыть любые сексуальные контенты на веб-пространстве, что делается под гидой борьбы с порнографиями, и я думаю, что это является ограничением свободы выражений в рамках свободы выражения, я думаю, мы должны обязательно говорить о правах сексуального выражения более четко, потому что настало время, когда мы должны здесь поднимать и дебатировать этот вопрос, во-первых, во-вторых, я думаю, что поскольку имеется огромный дискурс относительно морали на политическом уровне вокруг порнографии, то обсуждение этой вопроса, то главное, что отражается на судьбе женщин, это различные группы с особой сексуальностью полностью как бы стоят за пределами какого политического обсуждения, и один пример этого, когда, если там, скажем, у нас был знаменитый случай, несколько лет, когда девочка и мальчик, у них был там секс, кто-то заснял это на мобильник, и так далее, и после этого это распространилось, это пошло широко было распространено, все начали говорить, о, как это ужасно, это является очень таким неморальным актом, это было не все, что произошло, то, что же эта девочка согласилась с тем, чтобы это можно использовать только бы в частном плане, она не говорила о том, что можно было взять это и распространять, поэтому в данном случае об этом вообще не говорили, и это то, что касается гендерных прав и так далее, то тут нужно охранять всевозможные вещи, ну, скажем, надо же, конечно, бороться с такими вещами, как там выражение ненависти и так далее, я, конечно, хочу, чтобы мы охраняли вот эти права, но, с одной стороны, вот эти вот выражения каких-то там прививок к насилию и так далее, ненависти и так далее, одно это относится как бы к политическим аспектам, но не нужно нам дать такой сенсацию, что когда кто-нибудь с какой-то ссад английское слово блядь скажет, бич или сука, это не ссад, что каждый раз, когда мы будем говорить об этом, что каждый раз тогда сразу говорится, о да, это выражение ненависти, потому что тогда вообще ничего не остается, что можно после этого взять и именно отграничить, как чистое выражение ненависти, то есть, если мы начнем все слова, которые вызывают у нас какой-то дискомфорт, тогда уже это является как бы, ну, это искажение, в общем-то, это тоже нарушение прав на свободу слова. Спасибо, да, спасибо. Сейчас будем начнем с обсуждения вопросов, где речь идет о правах, это, во-первых, это право человека на свободное выражение своего мнения, а с другой стороны, это охрана собственного достоинства. Сейчас я хочу поговорить с Берил, вы в кенийской комиссии по правам человека, не так, да, что, какой у вас был опыт в этом плане в Кении, потому что там прошло несколько очень бурных лет, и с точки зрения, как бы, тоже, вот, выражения мнений и прочее, какой, каким был ваш опыт. Кении довольно-таки свободная страна, когда речь идет об свободе выражения, свободе слова и так далее, люди могут выражать свое мнение без особых ограничений. Ну, что касается выражения политического мнения, да, тут были определенные ограничения, когда какие-то индивиды там пользуются, они вообще должны были сами себя ограничить, как самоцензурой заниматься. Это произошло после того, когда были угрозы, были оглашены в их адрес со стороны там определенных государственных коммуникаций в Нигерии, в Кении, которые сказали, что мы на вас подойдем судебный иск, потому что они, как будто вы делаете какие-то опасные выступления или высказывания, то есть вы призываете к насилию, однако, что касается деформации, индивидуальных прав личности и так далее, то были тоже случаи, когда люди вызывали в суд в силу законов по деформации, о деформации и использованы были законы, которые были еще оглашены до того, как была создана новая конституция, поэтому законы по деформации, законы по клевететам и так далее, поэтому некоторые как бы люди полагались на это и они подавали иски против других индивидуальных. Ну, что касается индивидуальных случаев, то тогда мы еще пока ничего не произошли, что могло позволить нам делать выводы какие-то определенные, потому что происходит еще несколько судебных дел, которые идут и настолько, что касается нашей организации, то да, есть свобода прессы, достаточно для того, чтобы люди могли бы выступать, свободно выражать свои мнения, когда люди, например, подают на прессу и так далее, говорят, что они были в случае деформации и так далее, но что касается вот, так кажется, очень трудно иногда провести черту между тем, когда выражается какое-то правдивое мнение и когда это может являться деформацией. классические случаи, о которых была речь, это когда бывший, высокопоставник, чиновник, государственный представитель, государственный чиновник, он, его поймали в то время, как у него была связь с женщиной, об этом много писалось, в прессе и были дискуссии, но эта пара вообще никак не откликнулась на это. Ну, таким образом, мы кенийцы по-своему реагируют на на то, что, о чем говорит пресса кенийцы и всегда состроженно относятся к всем, особенно, когда речь о кенийской политике, там, отношения между медиа и там Кенни в Твиттере сейчас, они, иногда высказывают очень воинственные взгляды, иногда защищают страну и когда что-то, если говорится в иностранной СМИ, например, в ковре Кенни, тогда пытаются их защищать, и они говорят, да, это нечто, что вы хотите продолжать об этом, вы хотите продолжать свою работу и эти тенденции будут продолжаться сейчас в вашей стране, да, я думаю, что, а, какое именно? Это нечто, что происходит и когда какой-то случай там взрывается и потом сенсация, а потом все это затихает и так далее, и поэтому когда какие-то там нападки, потом против контратаки там и так далее, поэтому если кто-то скажет скажем там хэштег и после там говорят о разных странах там и так далее, об организациях, то есть люди начинают использовать сейчас эти хэштеги для того, чтобы можно было бы как бы как они считают, чтобы поставить все на свое место. я сейчас хочу поговорить сейчас об тенденции, о которой говорил наш коллега в вопросе цензуры, потому что видно было, что когда словодовыражения преследовали за счет того, что уже после этого, как было сделано какое-то определенное выступление, после этого было там запугивание и так далее, это нечто, что мы наблюдаем все чаще или наоборот меньше. сейчас Рамиру Альварес вы хотите, где вы, Рамиру? Можете вы по этому поводу что-то сказать и рассказать, представьте себя, пожалуйста. Спасибо. Я Рамиру Альварес из Ассоциации по правам человека из Бонас Айреса вопрос, который задавали в отношении того, какая разница между онлайн и оффлайновой свободой слова, в какой-то мере это имеет отношение к тому, что вы меня спросили, потому что я верю, я считаю, что происходит сейчас в Латинской Америке и в Аргентине и в других странах, то, что и то, что вот прения, которые там ведутся и отношения каких-то государственных деятелей и так далее, людей, которые занимают какие-то общественные посты и так далее, мы видим случай, когда в Латинской Америке растет число судебных разбирательств, обвинений в правонарушениях против людей, которые выражали свое мнение на Твиттере или на Фейсбуке, это плохая тенденция, и, как уже Эдуард и сказал, и он может вам детально об этом рассказать, что когда законы, которые у нас заложены в наши каноны, каноны законодательства и так далее, если они будут прилагаться, в которые говорит, которые направлены на то, чтобы можно было устранить такого рода правонарушения, но это одновременно может повлиять и на диапазон выражения мнений. Мы видим сейчас, что в Аргентине, например, только пару недель тому назад был подан иск о клевете, когда человек выступил на Твиттере, это было, короче говоря, не какой-то там знаменитость и так далее, просто было общественное какое-то обсуждение велось на Твиттере, и это естественная проблема, то, что когда, скажем, журналисты там и так далее, когда их начинают обвинять в клевете там и когда подают против них по гражданскому даже кодексу иск, это все равно, это в какой-то мере пугает людей, потому что вот такой запугивающий эффект может распространиться и отразиться на свободе выражения. Сейчас организация Global Voices Вильфрид Биди может быть вы что-то хотите сказать об этом вопросе который касается граждан интернета, нити-зенов и какие риски стоят перед ними, когда они пользуются, когда поражают свое мнение на... Спасибо я из Соединенных Штатов меня зовут Элари Бидл я сейчас в организации редактор проекта, который внутри организации Global Voices это касается блогеров или людей которые вообще выступают онлайн как и как как в онлайновом режиме так и в оффлайновом режиме речь идет о цензуре и о правах человека который выражает себя на линии и который выражает себя в онлайновом режиме и поэтому есть у нас люди, которые блоги которые блоги стран мира выступают у нас и в нашей дискуссии люди рассказывают о том когда в их странах люди находятся под угрозой как они начинают выступать за какие-то и определенные и мы пытаемся одновременно пытаясь пытаясь огласить новости какие-то одновременно помочь коллегам которые могут надеяться под угрозой судебного преследования или может быть даже быть под угрозой ареста как например Бахрейник человека задержали потому что на 8 лет на 8 недель его задержали поэтому трудно даже узнать предъявили ему формальное обвинение или нет то что его адвокат тоже был арестован и мы в такой ситуации когда нам действительно необходима помощь когда нужна помощь от людей которые когда скажем когда человек находится в такой стране где правительство то есть мы пытаемся когда когда даже нет фактически возможности юридическим каналам навесить справедливость мы чаще всего встречаемся чаще в этой ситуации и мы начинаем себя готовить к тому чтобы мы поднимали то как мы пытаемся все больше объединиться и так далее но хотим узнать также как это отражается на политике на юридических аспектах эти проблемы как охранять журналистов и других групп это очень важная тема потому что много обсуждений о правах человека но недостаточно недостаточно обсуждений как раз о том когда какие-то конкретные люди оказываются под угрозу за счет того что они высказали свободно свое мнение спасибо мы слышим сейчас рассказывают о том какие есть ограничения в отношении свобод выражения собственного мнения и так далее о том как это отражается на активистах как это отражается на определенных профессиональных группах как это и кто-то еще может быть что-то прокомментировать это и потом из семинара будут вот сейчас да вот там а потом дама в зеленом потом никого я Оши Рашид я работаю я работаю по политике интернета в Индии как все знают кто следил за дискуссиями о свободе выражения слова в Индии мы смотрим сейчас о том какая радика что происходит сейчас между новыми СМИ интернетными и традиционными как традиционные журналисты говорят что у пользователей интернета фактически нет никакого регламента и тогда все что угодно можно говорить без всякой ответственности ну и что регламент имеет отношение к новой старой мидии но не к новой поэтому поэтому кажется что вот эти большие там большие газеты там и так далее СМИ они больше охраняются журналистов но то что я хотел сказать в чем заключается потребность сейчас это тем чтобы была большая солидарность между нами потому что вот эта свобода слова и что вопрос о солидарности для нас очень важен потому что в Индии юридические институции которые должны охранять наши права но сейчас например назначение назначение Верховного Суда и судей Верховный Суд это вроде бы правительство не принимает в эту часть что это происходит как раз именно предыдущими судьями но сейчас правительство хочет войти в это короче само принимать часть в этом назначении поэтому это естественно оказывает влияние на свободу слова поэтому необходимо опять-таки с тем чтобы была солидарность с тем чтобы движение которое выступало всегда за свободу слова и так далее чтобы оно могло оно чтобы могло тоже заняться этой новой проблемой сейчас дама в зеленой рубашке спасибо я Эрика Смит я работаю в АПС в Мексике и делить что-то насилие против женщин и во многих Адмейс как вы сами знаете там очень трудно быть журналистом очень опасно быть журналистом может быть вам известно тоже что Сент-Америка и Мексика это очень трудное где вы будете защищать права человека это тоже место непростое для вас работа эти профессии могут перенести к тому что вас просто убьют и когда мы посмотрим на людей которые занимаются своей профессией которые расследуют какие-то дела которые выступают мы знаем что эти люди всегда являются очень невыслимым но мы не смотрим на это через то что есть гендерная как бы перспектива потому что можно привести примеры такие что можно говорить о женщинах что они там бляди что можно собирать о них личную информацию и журналисты которые женщины журналисты о которых как бы дискредитируют за счет их сексуальности и так далее поэтому они дискредитированы поэтому они не могут уже заниматься своей профессией это их изолирует от своих коллег как мужчин так и женщин и поэтому люди говорили сейчас не важно вы если когда вы журналист а в какой-то респектабельной газете и так далее я не уверен где в какой стране все журналисты большинство журналисты работают как фриланс они работают на несколько газет и сама вот эта как бы опасная роль которую они ведут особенно опасна для женщин то есть они изолированы и если их делают жертву если их сексуализируют и так далее на них можно тогда нападать и тогда конечно если начинают поступают на них угрозы в частных имейлах и так далее они начинают понимать насколько насколько у них может быть даже их частные данные используются и так далее поэтому для женщин которые занимаются правами охраны прав человека мы даже мы не говорим о том что есть какая-то одна там замедленная журналистка но да но мы говорим сейчас просто о тех женщинах которые живут журналистами защитниками прав человека и так далее которые работают на уровне местных просто общин потому что они стоят перед такими же страшными угрозами и они могут за ними уже следить тут связано с личной информацией тут связано с но надо посмотреть на это из герненной точки зрения потому что что происходит то что обычно смотрят на это и говорят а да ну ничего особо не происходит не думайте об этом всего лишь выражения каких-то но когда вы живете вот в этой реальции когда там очень много есть там есть что-то такое какое-то когда дом ваш публикует или даже публикует куда ваш ребенок идет и так далее тогда получается очень обстановка устрашающая и тогда начинается самоцензура начинает это затрагивать вашу личную жизнь а еще другой аспект из этого это в том что это потому что те кто занимается кибергрумингом там и так далее мы видим сейчас так сказать во многих странах когда начинает нарушаться нарушаются права молодежи детей и так далее когда люди не могут получить доступ к информации о сексе и так далее и вот этот вот контроль на местном уровне определяет вопрос вообще контроль над интернетом Николас Вам слово я хочу свернуться сейчас к вопросу к блокингу как можно фильтровать и заблокировать блокинг это конечно неэффективный способ потому что не убирает этот контент вы конечно можете видеть на определенной страничке и найти все таки и это мера которая когда означает если вы убираете какой-то домейн имя и так далее то это это может прекратить доступ казалось бы к нелегальному и нелегальному контенту но лучше было бы если бы поступил бы какой-то легитимный какой-то приказ судебный и так далее с тем чтобы убрать вообще контент до его источники а не заблокировать целый домейн я бы слышал сейчас еще о других о других семинарах потому что Гай занимался этим вопросом Гай Бергер интересно было бы поговорить о двух семинарах первое как раз о будущем независимом журнализме потому что здесь когда люди которые хотят заниматься журналистом формальным или неформальным обычно на этом семинаре указывалось что жизнь становится более открытым как насколько это ценно для общества но одновременно это использование свободы информации это что означает кто-то должен все-таки оплачивать все это и в этом плане журналисты которые работают на полную ставку а не те которые просто фрилансы когда мы посмотрим сейчас на деловые модели и посмотреть на том бизнес модели о том как журнализм который был бы основан на хорошем расследовании и так далее посмотрим сейчас о том на то как субсидии есть еще от других из технологического там мира таких людей как Джеб Бозис и там Боштон Полос и так далее Global Voices и их их волонтеры и так далее и вопрос как можно оплатить их труд и это очень хорошо вот такие свободные выражения мнения нужно будет получить какую-то бизнес модель за счет которой можно будет как-то оплатить это и так же необходим вот вопрос поддержания безопасности на втором семинаре ООН смотрелось сейчас на о том как принимать ли они в расчет соображения безопасности когда они и как они относятся к тому что у них там как оборудование как их приложение насколько они насколько они безопасны и как можно охранять свободу выражения и данные которые у них имеются это указывает вопрос о прозрачности и потом в ЮНЕСКО есть уже один проект который указывает на те различные опасности таких всем опасностям которые сталкивают журналисты и фактически вся тех же охрана прав человека должно и блогерам если например чтобы они не могли имели право держать в тайне свои источники и так далее то что в отношении блогеров у нас мало поддержки в точке когда на них подавятся иски против дипломации и так далее уже говорилось об этом что документация о бразильской протест и так далее тут эти вопросы не покрываются тогда не освещаются достаточно главными СМИ Саня вы хотели что-то сказать о том семинаре на котором вы были и Саня и потом Джак да я говорю о втором в общепре 2.20 права человека в онлайн онлайн одна из главных тем которая была это то что права человека за последнее время находятся под угрозой это из многих источников проистекает и одно из вещей которые мы подчеркнули это то что сейчас что фильтринг и блокировка и так далее нежелательного контакта сейчас усиливается и то что мы видим за последние годы это то что целые платформы приложения и так далее которые являются ключевыми они заблокированы помимо всего прочего того что мы еще видели в отношении физических нападений и так далее то мы видим сейчас это люди которые что-то которые там говорят о коррупции о провинции и других каких-то вопросах их на них не только в некоторых случаях начинают их просто как бы мешать их работе но некоторые на них буквально нападают и даже убивают поэтому мы затронем даже вопрос об слежке это растущая проблема и поэтому когда есть ответственность и локализация данных и так далее то мы видим что свободный поток информации и наконец это то что было очевидным это то что многие правительства фактически не претворяют жизни то о чем они говорят и поэтому в этом среде многостороннего партнерства и то что мы обратили внимание на то что большинство правительств они создают какие-то занимаются какой-то практикой которая как раз противоречит этим принципам и поэтому это нужно тоже об этом говорить и наконец одна из самых больших проблем это то что появляются новые какие-то законы политические какие-то правила и так далее которые ограничивают свободу выражения онлайн и поэтому мы пришли к выводу что это очень критический сейчас момент в истории когда большинство стран хотят как-то регулировать контент и чрезвычайно важно чтобы создать какие-то примеры того как всем чтобы правительство понимали что вот это вот свобода выражения должна существовать и онлайн отличный отчет сейчас до Саня сейчас Джак а вот микрофон у вас есть да это сейчас это 1 7-1 об гендерных факторах и потому что интернет является общественной пространства поэтому как-то поскольку женщин сейчас является верхней дискриминацией и у них отсутствие каких-то прав и так далее когда я лечусь об их общественном участии то нужно было позволить на те стратегии которые можно использовать в частности для борьбы с насилием насилием а да когда я лечусь о насилии как метод подседу которого можно было как-то ограничить участие женщин на интернете вот каким образом какие типы насилия там о чем идет речь вообще-то раньше была уже дискуссия о том как какие-то были вымогательства и так далее и это тоже как бы вредоносные какие-то воздействия и так далее самоцензуры и так далее и это тоже поэтому это касается ограничений свободе выражения об этом пришел вопрос о том о том какие могут быть какие-то законные ограничения и легитимные ограничения когда речь например скажем в общественных моральных каких-то нормах и так далее это дает предоставляет государству возможность регулировать свой онлайновый контент опираясь на на вот это общественные как бы моральные устои и моральные принципы и так далее но это очень достижимое понятие поэтому когда вы начинаете опираться на это тогда люди которые на которых отражается вот это законодательство и меры которые пытаются как-то ограничить выражение ванной режиме опираясь на моральные факты и так далее то это одновременно это о людях которые так иначе уже не имеют прав например женщины там дети и так далее юноши молодежь когда речь идет сейчас например о примере когда касается тел тел женщин там и так далее об аборте там и так далее так в Амарте в Малайзии хотя бы аборты не являются нелегальным но а в Индонезии тоже определенные сайты блокируются и заблокируются рекламы гугла там и так далее и ЛГБТ сайты блокируются и так далее и поэтому тогда когда есть какие-то сайты которые занимаются как раз ЛГБТ выражением их взглядов и вообще тогда это тоже ограничивается их возможность принимать участие в обсуждениях Вы можете сказать несколько слов о том какой выбор чтобы у Вас прошел Да было несколько подобного рода рабочих семинаров первый рабочий семинар это 134 касающийся наших прав на соединение с интернет-контентом и также 99 локшоп который касается вопросов связанных с принципами работы онлайн и чантерна и здесь мы должны очень важно посмотреть на то что действительно у нас имеется очень много различных институтов национального уровня которые пытаются понять вопросы связанные со свободой слова и свободой выражения прежде всего это вот например индонезийский организация по праву человека и соответственно здесь очень много надо посмотреть на работу ООН совета по правам человека здесь нужно предпринимать этого внимания еще один момент который нужно здесь учитывать что пока идет дискуссия о принципах новых пропорциональных принципах что касается также вопросов об особи по применению существующих стандартов вместо того чтобы применять новые стандарты и в частности речь идет о новых законодательных проектах на национальном уровне с тем чтобы в конечном счете предлагалось изменение подобного рода законодательности на уровне со стороны интернет-сообщества вот эти два момента которые я хотел отметить спасибо а теперь Брэд Соломон который будет говорить о своем семинаре и потом Брэд пожалуйста да сессия позавчера была о телекомах и о закрытии сетей и я думаю что касается контекста слежки то мы много говорили по этому вопросу и действительно посмотрели на целый ряд примеров недавний пример это сентябрь 25-26 в Судане когда 4 телеком сети были закрыты после серьезных протестов к Артуне и мы также смотрели на мирового человека и последствия после этого закрытия а также представителей отрасли когда создались принципы руководящего уровня по решению таких задач а также НЭБА это еще одна организация которая поддерживает диалог между гражданским обществом и отраслью так что это очень хорошие инициативы которые происходят здесь в рамках национальных Айджиев спасибо Гри теперь ваше слово меня зовут Гри из европейской сети безопасности для детей здесь мы очень много даем комментариев относительно результатов этого рабочего семинара который проходит в таком же формате как этот что касается приватности инноваций многие бизнесы и правительственные дискуссии они очень часто противоречат друг другу но я бы хотел сказать что здесь необходимы инвестиции в защиту частной информации где имеется возможность для создания дополнительной возможности проявления креативности причина по которой мы проводили эти рабочие семинары заключалась в том что эти инвестиции они не только для блага отдельного гражданина но для общества в целом происходят в защиту частной информации потому что на самом деле частная информация является основой возможностей для развития интернета у нас было 5 детей и почему мы решили проводить это потому что пользователи действительно просят больше транспарентности контроля контента взаимодействия онлайн они должны доверять мы много говорили о вопросах доверия услугам которые они используются тем чтобы использовать выбор в интерактивности а также мы говорили в рамках этого семинара относительно возможности этнического движения по защиту прав потребителей об этом много также говорилось так что все это конечно же имеется необходимости контролирования контента это касается бизнес развития и создания политик в этой дискуссии мы также говорили о том что доверие является очень небольшой проблемой сейчас и я могу только повторить то о чем говорилось ранее что здесь нужно восстановить это доверие и стратегии по восстановлению доверия включают новые инновационные технологии и приватные решения и бизнес модели инновации в рамках защиты частной информации и создания таких принципов таким образом мы считаем что приватность является сферой инвестиций не просто говорить о некой инвесинкризии зеленого движения но в настоящее время имеется большие дисгармонии в инновационных объемах по отношению к тому что общество в целом инвестирует в защиту частной информации то есть здесь очень важно создать и восстановить баланс между вот этими двумя элементами потому что сейчас мы говорили о контроле который пользователи просят здесь в частности я работаю с молодыми молодыми детьми и очень часто они просят меня особенно подростки доверять тем как научиться доверять тем сервисам которые они пользуются так что вот защита частной информации является одним из важнейших элементов восстановления этого доверия если еще какие-то семинары по свободе слова может быть вы хотели бы сказать по этому поводу и если нет тогда я подведу итоги и буду продолжаться кто хотел бы сейчас высказаться пожалуйста Моэш я хотел бы подчеркнуть свободу форума по коалиции прав речь идет о том что мы говорим о создании коалиции по правам пользователей онлайн который мы сегодня утром проводили это заседание потому что это открытый форум для всех включая правительство и многосторонние организации гражданские секторы частные организации которые подчеркивают насколько важно проводить эти дебаты по этим вопросам и конечно же была встреча будет 8-28 апреля в Эстонии конференция нашего форума по свободе онлайн да пожалуйста у нас еще вопросы пожалуйста спасибо меня зовут Эдзейрдин Захра Эдзейдин из Центра развития по киберпреступности в Пакистане соответственно очень важно посмотреть когда наше законодательство будет соответствовать передовому опыту особенно слежки и киберпреступности и соответственно когда у нас будут минимальные стандарты в этом плане это позволит нам иметь логичность и связность сотрудничества с другими странами мира учитывая что интернет не имеет границ это очень важно таким образом распространение законодательства это не негативные явления как только соблюдаются по мере того как соблюдается гармонизация что касается технологии которые также может быть технология которая нарушает право человека должна прекратить существование у нас был семинар по свободе слова в этом случае если никого нет от имени этого семинара что то сказать тогда мы должны завершить наше выступление Марьяна вы что ли хотели что хотели сказать но у нас все таки очень мало времени осталось итак итак я думаю сейчас мы продолжим нашу дискуссию пожалуйста спасибо Иоанн третий блок касающийся вопросов открытости интернета и отношения его к свободе выражения открытости конечно имеет несколько аспектов первый аспект и я попрошу Клаудио Руис из директора с Дегиталис из Сантьяго а также у нас имеется целое много вопросов по свободному потоку информации доступа к знаниям и интеллектуальным правам собственности несколько лет назад очень много возникло вопросов относительно ситуации в Соединенных Штатах относительно против СОПа ПИПа и акта который называется акта пожалуйста что мы имеем сейчас по отношению этого пожалуйста Клаудио может быть кто-то даст вам микрофон спасибо большое Аня я хотел бы подчеркнуть несколько идей что касается движения особенно отношений на свободу человека и интеллектуальной собственности в интеллектуальном цифровом плане также могу сказать что мы работали во первых по тем угрозам которые сталкиваются латиноамериканский регион прежде всего я хотел бы еще несколько слов сказать относительно прав авторских и здесь нужно подчеркнуть несколько вещей вот что касается Аргентины и Бразилии то там очень интересный опыт вот здесь это очень важные страны для региона и здесь в частности имеется специальное положение о библиотеках и авторских правах и соответственно здесь очень много постыдного в этой ситуации по интеллектуальным правам связанное с ограничением доступа к знаниям в целом есть еще один важный момент который связан с тем что мы сейчас обсуждаем это касается ситуации в Латинской Америке международных правовых актов по интеллектуальным правам в этом плане я хотел бы сказать следующее первое Латинская Америка имеет очень сильный импульс особенно со стороны Соединенных Штатов для того чтобы иметь более жесткие законы по охране собственности интеллектуального характера и есть специальное соглашение FDA которое является движшим фактором нашего внутреннего обсуждения прав интеллектуального собственности и очень много лет которые имеют отношение к национальной ситуации в регионе ситуации они просто частные организации организации представляющие Америку которые не связаны с вопросами свободы доступа к знаниям и выражениям и еще один момент это каким образом латинская Америка становится так сказать частью рая для пиратов и интеллектуальной собственности и здесь также очень важно посмотреть на более жесткое соглашение по охране интеллектуальной собственности что является очень важным элементом это касается Перу Чили Мексики которые являются очень важными в регионе в настоящее время они проводят переговоры о том какие же собственно будут у них такое соглашение пока что у нас нет никакой информации по этому поводу а также мы просто имеем в феврале 2011 года какие-то отрывочные знания информация о том что происходило тогда таким образом я думаю очень важно подчеркнуть позиции от тех государств которые достаточно отличны друг от друга когда мы говорим о повестке дня свободы информации потому что здесь действительно очень важно посмотреть на сравнение с СДР здесь очень важный физический момент касается который мы должны подчеркнуть когда мы говорили о развивающихся странах Чили региона таким образом это очень важно подумать о том что речь идет об огромном слоне в комнате который мы просто не можем не заметить спасибо Клаудио я думаю также действительно очень много активистов в вашем движении со стороны гражданского общества Ник Аштанхат и сегодня он представляет международный альянс цифровой экономики я думаю что действительно вы видите возможность соглашиться с позицией Клаудио или нет ну что ж я думаю что мы видим все более более увеличивающийся вопрос контента как злоотпущение то есть все хотят повесить на них вопросы контента всех собак так сказать и здесь очень важно посмотреть на возможности приоритета общественной политики либо это интеллектуальная собственность свобода слова техники которые очень много в целом наносят ущерба интернету и я думаю здесь у нас имеется общий интерес заключается в том что интернет предоставляет лучшие услуги огромного количества людей с наименьшими затратами и здесь имеется представление о том что соответственно имеется риск предоставления доступа к материалам что некоторые страны могут просто не разрешать перенос материалов через свои страны или в свои страны или в систему вводится для того чтобы не допускать доступ к материалам и через интернет в определенных странах и соответственно это нарушает фундаментально принципы работы интернета я думаю с моей точки зрения в Женеве заключается в том что здесь нет понимания среди политиков которые сидят либо в Женеве либо тех которые сидят на местах относительно того как работает интернет и какие выборы могут быть в плане контента похоже что это удобно работать по этим принципам но они не понимают что это означает в долгосрочной перспективе так что я думаю что мы должны понять и объяснить политикам почему интернет работает хорошо хорошо прежде всего он работает хорошо потому что не надо ни у кого особых разрешений спрашивать для этого и соответственно очень важно посмотреть внутри страны какие будут инициативы для того чтобы предотвратить нарушение работы интернета и возможности предоставлять лучших услуг общественности потому что интернет предлагает удивительные возможности для обмена информацией и я думаю вот в целом о чем я говорю потому что здесь здесь очень важно отметить что зачастую у политиков очень мало понимания важности интернета спасибо здесь мало противоречия о чем вы сказали но очень много полезного а теперь Стюар Хэмилтон из Международной Федерации Библиотек Стюарт какие преимущества открытого доступа онлайн к научным знаниям это требуется такой доступ и если да то почему он требуется я думаю я хотел бы несколько слов сказать относительно IP прежде всего и функциональной собственности и здесь очень важно посмотреть что действительно нужно обязательно соизмерять эту проблему с правом доступа к знаниям и информации когда мы говорим о библиотеках нужно помнить что каждый день сотни миллионов людей используют национальные библиотеки при академиях и институтах и государственные библиотеки доступа к знаниям мы говорим о том что здесь речь идет о целых рамках платформы действия которые говорили предыдущие выступающие и здесь действительно мы страдаем от несбалансированной политики в сфере интеллектуальной собственности что происходит сейчас здесь что здесь нет какого-либо обновления для наших прав собственности в контексте цифрового века и здесь очень важно также посмотреть на то как предоставлять должный доступ статьям журнала как они могут обмениваться этими материалами через удаленный доступ цифровой век и права стерпной собственности должны все больше развиваться вместо этого мы сталкиваемся с лицензированием что ограничивает использование материалов это также ограничивает права пользователей относительно работы с этими материалами может они не могут даже их распечатать цитировать их и соответственно в конечном счете это нарушает работу библиотек и это также очень часто усложняется вопросами связанными с тем что и какие права могут быть у цифровых библиотек и соответственно очень важно посмотреть на ту информацию которая действительно общество требует очень много важно посмотреть на выборы которые имеются у пользователей потому что пользователи то есть потому что те издатели интернет ресурсов они зачастую сталкиваются с выбором когда ставить в свои сети те материал которые соответственно будут менее для них затратные но и меньшего уровня качества соответственно таким образом если мы не улучшим программу законодательства по правам интернет собственности цифровой среде мы будем серьезно ограничивать наших пользователей в настоящее время эти вопросы пока не обсуждаются но я думаю нужно отметить что через 20-30 лет ваше культурное наследие страны в конечном счете должно быть в интернете в противном случае оно просто исчезнет и спасибо у нас здесь есть несколько очень важных моментов которые вы отметили высокую стоимость которые связаны и затратность нынешнего режима защиты интеллектуальных собственностей и пожалуйста я хотел бы передать слово Пронешу из центра интернета и общества почему вы поддерживаете открытости и почему она важна вообще действительно интернет это общественное благо это общественное пространство но здесь очень важно посмотреть на структуру которая поддерживает все это в настоящее время мы живем в мире частных законов контрактов частной собственности технологий вместо того чтобы оперировать к общественному закону соответственно здесь очень важно посмотреть также и на то что частные законы через технологию зачастую не совпадают с принципами защиты права интеллектуальной собственности в Индии имеется очень много учебных материалов и соответственно имеется такой закон интеллектуальной собственности однако мы даем возможность пользоваться этими материалами и сейчас имеется опасность того чтобы мы в конечном счете перешли к тому что защищать все без разбора но здесь очень важно посмотреть на защиту которую предлагает такое законодательство здесь нужно посмотреть на технологию сообщества интернет сообщества которые в настоящее время создают стандарты таких как hdmi5.file и это еще одна проблема заключается в том что очень много происходит конфискации по интеллектуальной собственности что в настоящее время никто этим не занимается потому что здесь должно быть должное управление интернетом но в настоящее время не было ни одной сессии которая бы касалась доступа к знаниям которое бы было хотя бы в минимальной поиске дня айджива я хотел бы знать почему потому что много законов в мире которые соответственно подчеркивают о том что имеется законный контент который должен быть защищен интеллектуальными правами собственности но очень много объема знаний который просто защищен такими правами собственности без какого-либо должного основания основания национальной безопасности или чего-то еще и соответственно интеллектуальные права собственности очень ограничивают права свободы выражения и пользования информации соответственно здесь нужно посмотреть на существо этих обвинений что происходит в Индии заключается в том что имеется общий судебное постановление соответственно все законные веб-сайты которые не имеют должного права техной собственности должны быть заблокированы соответственно очень много было злоупотреблений такого рода постановлением судебным и оно продолжается пока к сожалению и сейчас я хотел бы еще вспомнить о Арн Шварц который покончил с собой в этом году из-за того что против него было судебное преследование за то что он слишком много загружал из J-Store и в настоящее время он не имеет доступ правовой к этому веб-сайту но его обвиняли в том что он слишком много загружал статьи из-за этого веб-сайта и соответственно это привело к самоубийству так же очень важно посмотреть что очень много используется онлайн СМИ для протеста и это является основанием так же преследований на основе судебной собственности таким образом здесь очень важно посмотреть насколько политические протесты не обоснованы против такого рода пользователей это сейчас большая проблема в интернете таким образом здесь очень важно открыто сдержать на законных условиях тех источников которые могут таковыми свободными сокращаться сохраняться и еще один момент общественные материалы не является частью интернет управления в то время как имеется специальная возможность управления такого рода материалами и один из хороших моментов заключается в том что имеется межграничный обмен подобного рода документами книгами для слепых это становится возможным в рамках нового унасского соглашения в Маракеше которое было подписано и я думаю это очень хороший тренд который нужно поддерживать спасибо спасибо большое за такое хорошее выступление Маракеше я думаю что действительно здесь очень важно много посмотреть о том как мы относимся к правособственности оффлайн здесь например имеется в университете один фото копия центр который просто попал под суд за то что просто делал какие-то фотокопии с отдельных учебников и материалов письменных соответственно это вот не очень хороший пример того как использовать защиту судебную интеллектуальных прав собственности и такие примеры все более и более повторяются чаще теперь что касается открытости но перед тем как продолжить у нас есть один комментарий с места пожалуйста мы можем сейчас такой комментарий а заслушать вот вы хотели бы сделать меня зовут крис волсон из сша я работаю на тайморнер компанию сми и сейчас действительно очень интересно было наблюдать за этой дискуссией относительно открытостью и правами собственности интеллектуального характера я хотел бы сказать что действительно сейчас те аргументы что авторские права их защита как они соотносятся с открытостью свободы слова и выражения здесь имеется зачастую противоречивые тенденции и я думаю что это ложная дихотомия которую многое хотят провести и поэтому я не буду говорить о определенных странах потому что я не день за днем не слежу за тем что происходит в разных странах но я не знаю что в Индии происходит но в Таймворнах например в других компаниях такого масштаба и так далее то мы хотим такие организации как CNN и так далее которые хотят передать вообще о том что происходит во всем мире они верят свободу выражения свободу слова и поэтому это никак не мешает здесь когда там речь идет об охране прав интеллектуальных прав и так далее естественно нужно еще много над этим работать и то чем я занимаюсь и то чем вы занимаетесь и так далее на таких форумах важно вести такого рода дискуссии на других АЧФ я хочу просто сказать что мы не мешаем друг другу что не мы фактически так же стремимся к свободе слова выражения и так далее хотя может быть осуществление может иногда приводить к определенным конфликтам но это не означает что это фундаментально спасибо за это Клаудия вы хотите что-то сказать это то что мы видим сейчас что очень скажем да когда мы говорим о том что что-то ограничивает доступ к детской партнерфе нельзя что мы ее поддерживаем детской партнерфе нет но мы знаем что всегда есть какая-то напряженность между свободой выражения и правами человека и авторскими правами и так далее поэтому это поэтому таким образом тот факт что перед нами многие вопросы серьезные вопросы как недавно мы знаем когда речь о правах и так далее это не означает о том что такие компании как тамборно тамдисней и так далее что они не поддерживают свободу выражения нет но политика которую они пытаются провести которая проходит в Соединенных Штатах и в это могут могут повредить интернету могут повредить выражение мнения и так далее через такие организации как USDR Кладио да это были очень важные выступления потому что мы видим сейчас здесь на экране за мной несколько вопросов которые были собраны в ходе общественной консультации на IGF не знаю мы сможем ли откликнуть на все эти вопросы которые записаны там на доске но мне хотелось бы сейчас издали антитинамическая коалиция и так далее люка например но четвертый вопрос который говорится о том какого рода есть люди которые являются активистами как нужно их признать и что требуется от политических поддержать поддержать это и я сейчас во-первых я в Совете Европы работаю и так далее я являюсь я хотел бы сейчас сообщить вкратце когда речь о нейтральности и так далее то я хотел бы сейчас сказать что мы достигли определенного элемента консенсуса сейчас и это казалось бы довольно трудным мы согласны с тем что открытость нейтралитет и так далее что они совершенно жизненно необходимы являются самими фундаментальными аспектами интернета и что их необходимо поддерживать для поддержания свободного потока информации мы согласны с тем что как открытость и то что почему интернет стал таким важным новацией и так далее и что это определенная дилемма для прав человека это помогает творчеству и так далее по выражению творчества мы согласны что на следующем месте существуют определенные техники по этому регулировать трафик которые могут повлиять как раз на это и даже повредить вот этому архитектуру свободного передвижения информации и поэтому отразиться на и правах человека это приводит нас к следующему пункту который был фактически достигнут в ходе консенсуса это то что нейтральность нельзя рассматривать только с точки конкуренции посмотреть на это должно смотреть и на это это права потребителя тоже это вопрос который касается и есть очевидные последствия здесь в отношении того как мы получаем информацию на интернете это вопрос который имеет соответствующие последствия тоже в отношении того насколько любой пользователь может быть активным участником на интернете как он может делиться информацией на интернете и это приводит нас к третьей точке а именно к третьему пункту а именно то что нам необходимо поддерживать нейтральность и формулировать технику управления трафикой так чтобы это соответствовало принципам права человека правам человека и поэтому необходимо иметь какой-то регламент в этом отношении иметь соответствующие инструменты которые показывают на то что есть существует регламент такой что это помогает творчеству нововведениям правам человека передачи сводной информации онлайн и чтобы это было одновременно эффективным и чтобы это было открытым прозрачным процессом и такого рода процесс должен быть применен и быть и об этом уже говорили в Совете Европы в диалоге по многостороннему участию и правам человека и это занималось также динамической коалицией которая приведла стандарты нейтральность ITF чтобы это производилось как бы в открытом режиме и можно сейчас примерно 30-30 секунд объяснить что мы видели в виду здесь каратень извините а вот о модели которые сейчас говорили можете эвакуация объяснить да модель будет завтра в этом представлено на встрече и на динамической коалиции а потом будет в Совете Европы я могу сказать просто самое главное и так далее но с другой стороны я как бы нарушу элемент сюрприза хорошо нет вы не должны этого делать сейчас передать выступающему из Microsoft Соединенные Штаты Пол вы говорили о том что необходимо управлять трафиком для того чтобы сохранять права человека там и можем мы это решить это в национальном плане или нужно необходимо какие-то глобальные рамки призвольте мне сказать поэтому я не могу здесь у меня мало разногласий с тем что было сказано раньше но я образлив в отношении нейтральности на две категории во первое это социальные или политические политическая нейтральность а вторая коммерческая нейтральность и по-моему тут тут разные в общем между ними разница есть потому что в обоих случаях есть соответствующие технические какие-то аспекты и можно как регулирующие есть механизмы но что касается коммерческого регулирования то это тогда вопрос о том как какой-то определенной организации пытается себе предоставить какие-то преимущества преимущества и поэтому тут нужно смотреть тогда на во-первых вопросы социального инженерии о том как можно предотвращать доступ к какому-то контентам и так далее таким образом вы нарушаете права человека вы может не даете вам доступ к информации к просвещению и так далее и глобальной коммуникации но вот это вот технически очень трудно решить а это не входит технический ассортимент мер но что касается когда речь идет о компаниях которые работают в глобальной инфраструктуре которые чтобы когда они действуют продвигают общие права человека в общем плане но поэтому когда есть какие-то вопросы о нейтральности интернета и так далее то необходимо нужно всем чтобы эти принципы широко обсуждались поддерживались и это чаще всего происходит по крайней мере это в развитом западном мире но может быть не так в других странах но это может быть пойдет и на другие части слова поэтому можно ли это как бы с локальной перспективы какой-то взять или может быть это пойдет ответ на это такое что это в глобальном плане нужно будет глобальное давление глобально должна быть какая-то идея для того чтобы можно было отразиться на политическом и на социальном социальное воздействие но с точки вне внедрения этого то тут необходимо местное осуществление этих идей как трафика так и и слежение за этим системой что можно было бы обеспечить что они соблюдают соответствующие правила соответствующие регламы спасибо я вижу что сейчас у нас у нас сейчас расщепляются социополитические аспекты с другой стороны осуществление бизнеса вопросы конкуренции там и так далее но я сейчас думаю о том тем не менее что все это все таки люка да может быть я буду сейчас говорить да когда речь это о конкуренции то я говорю что если вы только будете придерживаться законов только о конкуренции и так далее то тогда мы достигли концепции и так далее потому что это не только вопрос конкуренции вот как разграничить все таки да как разграничить а вопрос заключается в том что открытое не управление трафиком без дискриминации это одновременно помогает также и свободе выражения и свободе новаторские какие-то идеи и так далее когда потребители там выступают пользователи выступают это не отражается на идее и так далее человек который будет пользователем и так далее который выступает там и мне кажется некоторые пользователи заботятся тем что закон о конкуренции и так далее может в какой-то мере ограничить онлайновый контент и что бизнес может говорить тогда, что это не отражается на свободе выражения если вы заинтересованы в этом, то у нас есть несколько в отчете там упоминаются о правах человека и там говорится завтра мы будем обсуждать поскольку в 9 часов утра да, на динамическая коалиция будет вопрос так что в 9 часов динамическая коалиция это наверное будет очень интересная встреча сейчас хочу в Макковом Хорте предоставить слово с тем, чтобы он я не уверен точно как это ЛИНКС называется как бы ваша организация я хочу поговорить сейчас о том какое ответственность будут посредники потому что это только общее как бы взгляд на то как это отражается на свободе выражения но по-моему тут достаточно много только последние несколько лет об этом все больше говорят но теперь отходит это как бы за фон то вот это вот какая-то как бы ответственность посредника да хорошо я могу сейчас тогда сейчас сослежить ваши потому что я я Майкл Хатчи я из Лондонского интернетного эксченжа и ЛИНКС и комитета по интермидиал лабилити то есть я компании которые сейчас которые я представляю сейчас иногда они часто мы как будто недостаточно выступаем за права человека потому что некоторые у некоторых людей у организаций есть ресурсы есть какие-то навыки а небольшие компании конечно они особенно уязвимы в этом плане но мне кажется что компании в какой-то мере они более еще уязвимы чем журналисты там скажем или какие-то активисты там и так далее которые выступают с какой-то компанией общественной компанией когда речь идет о нарушении права свободы выражения потому что некоторые те кто пытается нарушить права человека и право выражения мнений и так далее это то что они это делают компании Они иногда не вызывают симпатии общественности, и тут мало прозрачности. Потому что когда есть штраф какой-то, который налагается, который у компании есть, а у индивиду таких денег, денег и средств нет, поэтому, что касается вопроса дефамации, то человек, который выступает, чем-то человек знает отлично, почему он именно выступает, он знает, что это правда. Но когда компания, которая является посредником, она, может быть, точно не знает даже о том, и потом, если когда речь идет о каком-то выступлении, которое может быть непопулярным или даже оскорбляющим кого-то и так далее, то компания может тогда, она не согласна с этим, но одновременно она может быть уисфимой, в связи с тем, что против нее может быть, может быть, жалобы какие-то против нее, поэтому вот эта посредническая ответственность и так далее, и охрана посредников, которые европейские законы, сейчас довольно-таки охраняет хорошо, но это недостаточно, но в Соединенном Королевстве мы видим сейчас большую корреляцию между тем, там, когда поведение является... Возьмем пример, когда, если, когда, скажем, какие-то вот посредники, там, соответствующие законы, они их охраняются против того, чтобы на них накладывались какие-то финансовые пеналти. В Соединенных Королевствах были случаи, когда даются приказы о том, заблокировать какую-то информацию, но это произошло тогда, когда фактически не было еще судебное расследование против того, было ли нарушение прав там или нет и так далее, так как об этом говорят. Поэтому мы не можем сказать, вот, поэтому мы видим сейчас, что когда касается вот регистрации домейнов там и так далее, когда, скажем, какие-то домейны там и так далее, они временно приостанавливаются и так далее, может быть, на определенное время, и если эти, если, скажем, эти обвинения были бы правильными, но это не было фактически еще опробовано в суде. Поэтому по мере того, как мы подходим к принципам, которые мы создали на глобальном уровне, то стоит ли нам сосредоточиться на каких-то принципах выражения, которые уже существуют в общем контексте, а если мы их создадим, то тогда может не случиться ли так, с тем, чтобы у пользователей была бы практическая возможность пользоваться правами, которые уже имеют, создав, для того, чтобы охранять таких, тех посредников, всем, чтобы они могли исполнять свою роль. Спасибо. Мы, у нас время кончается сейчас, надо сказать, что больше еще было людей, которые хотели выступить, но сейчас, может быть, я хочу только предоставить, дать слово на очень короткое время, а потом, если у кого-то есть вот такие последние высказывания, которые вы хотели, может быть, дать им время для того, чтобы выступить сейчас, но поэтому я хочу сказать, что да, может, две минуты, иначе я вас буду просто прерывать, приостанавливать вас, а даже минута. Позвольте мне сказать сначала, что я опишу ситуацию, когда была местная ситуация, но и связанная международным планом, но это вряд ли за минуту я уложусь, но был вопрос в Пакистане, когда Facebook и YouTube прекратили деятельность. Многие люди говорили, но потом об этом много говорили, когда Верховный суд и так далее вел судебное преследование, но когда контент фактически не был целью, но как раз вот платформа, эти бизнесы, люди, которые, они были целью вот этих, этого судебного преследования. Первое, это хорошо, что они не сдались, ну, а второе, начался суд, и посмотрим, решили посмотреть на то, как вот закон об охране прав посредников отрождался на этом, и потом, значит, в Пакистане у нас есть, достаточно у нас есть, как раз закон, который охраняет права посредников и так далее, но вдруг они, они начинают говорить об ответственности на международном плане, там и так далее, и модель по модели ITU, вы слышали об этой модели или нет, об ITU, как она называется, Хипкар, не знаю, если кто-нибудь слышал об этом, есть такие три, один, который растет на Тикян, другой на Карибском море, другой на район ниже Сахары, и поэтому религиозные преступления являются одновременно и киберпреступлениями, богокульство является киберпреступлением, поэтому это закон, это закон от ITU, после этого, сказав об этом, потом говорится об определенных аспектах этого, когда, когда, скажем, те, кто является, когда говорят уже об тем, кто предоставляет доступ, кто предоставляет хвостик, и так далее, и когда те, кто даже гиперлинки, и все эти провайдеры, да, да, что вроде бы не ответственны, но если будет какой-то судебный приказ против вас тогда, тогда вас, то есть никаких критерий не дается, ничего, не говорится о том, необходимость вам доказать о том, да, о том, что есть ли что-ли какие-то обстоятельства для этого, но сейчас это становится уже, мы сейчас пытаемся бороться с этим, и мы, когда пришло, это мы нам сказали, да, что если только есть судебный приказ, то это все, нет, это уже получается, что от ITU вот такое было, такое был закон, и тогда, они говорят, что это да, и мы не последовали этой модели ITU, но я хотел просто привести пример того, как бизнес, какие были принципы, свободы выражения там и так далее, когда, да, я последнее, и кто вот эту модель финансировал, Европейский Союз, это являлось ли это нарушением, и АСХР, с тем, чтобы можно было, да, это, я извиняюсь, за всех тех, кто не смог выступать, я сейчас хочу дать вам последнее замечание, до того, как наши протоколисты будут сейчас делать отчет, Гоменко, когда регулятор, который занимается нигерийскими телекоммуникациями, взял рекламу на целую страницу в одном из ведущих нигерийских отец, и сказал, что, что, в настоящее время, любое кибер-кафе в Нигерии, и человек, который работает этим, он, он должен знать вообще, какие сегодня покупатели, то есть, до того, как они начинают пользоваться компьютером, там, то не просто там написать им имя, адрес, о том, как бы, ваш номер, паспорт, и так далее, то есть, практически все регистрируется, и это все касается как раз вот вопроса об охране прав, об охране ответственности, поэтому, здесь как раз, кибер-кафе эти сами уже как бы представляют, то, что сейчас слишком стали широкие большие затраты в этих кафе, однако, это пример лишь того, как посредник становится ответственным, и когда экономика, экономический факт, начинает большое влияние на эти вопросы. Спасибо. И теперь два последних очень коротких выступления, буквально по минуте, от Мерин Франкен, Одиновическая коалиция по правам интернета, и Гай Бергер. Мария, сейчас выйдите. Одна Гай Бергер еще будет выступить. Спасибо. Всего лишь столько минут остается, поэтому я скажу только одно, что я хочу поддержать от всей души эту сессию по правам человека. Я считаю, что это очень важно было, что это произошло, и что организация, в конце концов. Поэтому второе, еще вот эта хартия права человека, там и так далее, это мы сейчас видим, сейчас, что это вопрос не просто о правах человека, это вопрос о правах человека и принципах, они четко описаны там, они широко, они прочно обозначены, они отличаются друг от друга. И третье, что Совет Европы принимает очень серьезно, это то, что завтра будет, у нас таким образом, у нас будет есть права человека, принципы есть, как буклеты сейчас имеются, есть руководство от Совета Европы, и поэтому надеемся, что это будет, и поэтому мы сможем сейчас, можем все, чтобы могли выступать, вот в этом отношении, когда многостороннее такое участие, на этом форуме у нас было действительно многосторонних, и я надеюсь, спасибо за то, что позволили мне выступить. Спасибо, спасибо, Марин. И, наконец, Гайберга. Спасибо. Я хочу сейчас обратить внимание к 12-15-15-го года, мы знаем, что Пан Кимун создал высокую, высокопоставную панель, там был председатель из Индонезии, и впервые за долгое время свобода выражения была принята как критическая часть повестки дня по развитию, вот именно это признано было этой панелью, и они говорят, что когда речь идет о свободе выражения, что это представляет собой очень неотъемлемое право, и поэтому у них есть была как бы десятая цель, где говорится о том, что одновременно должна существовать МИДИ, которая была бы разнообразной и энергичной и так далее, и независимой, поэтому в процессе ЦРТ и так далее, и БУСИС, поэтому у нас, может быть, есть какое-то здесь общее точное соприкосновение, это не окончательное, но мы знаем, что вопросы, которые связаны с IGF, с интернетом, со свободой выражения и так далее, что все это параллельные вопросы в ходе этого пересмотра по ЦРТ. Спасибо. Мы привыкли сейчас к концу этой сессии. Джой, я хочу сейчас попросить чтобы вы сейчас завершили все это. Пожалуйста, у вас примерно пять минут для того, чтобы закончить. Спасибо. Я думаю, я начну с того, чтобы поговорить обо... подвести итоги сейчас в отношении политических вопросов, которые были глубоко, очень обсуждали. первый вопрос о том, какие были главные темы, какое пересечение существует между правильным человеком и интернетом. Мы видим сейчас, что есть очень большой круг вопросов, которые буквально из каждого региона, будь то Латинская Америка, Азия, или Африканский регион, Европа, там и так далее. Поэтому вот глубина этих вопросов, она действительно довольно сложная и всеохватывающая. и поэтому главные аспекты этого касаются непоказанности личной информации, свободы выражения, слежки, закрытия. Поэтому не только были формы нарушения прав, но и те различные группы, которые были, будь то люди, которые защищают права человека, журналисты, люди, которые защищают права человека, может быть, это люди, которые выступают за гендерные, сексуальные права и так далее. Поэтому этот вопрос не только касается только какого-то узкого круга людей, но с точки зрения главной забочности, которая была там, это о том, какие перед нами стоят вызовы и так далее, то мне кажется, что многие из вас упоминали, некоторые из вас упоминали о том, что есть огромное разнообразие путей, посредством которых правительство выступало с новым видом законодательства, с большими вариациями в отношении качества законодательства, там были ссылки на Будапештскую конвенцию и о том, что не было каких-то охранных данных и так далее. И мы видим сейчас, что очень много регламентов разных, огромное разнообразие предложенных, описанных проблем. И потом, как нужно, какой среди, где пользоваться сейчас добивать, для того, чтобы достичь каких-то новых правил, регламентов и так далее. И что касается вопросов о политике, что касается доступа к интернету, как право человека на этом, мы видим, что в Европе, например, новые, сейчас там было законы появились, которые, когда кто-то блокируется, и так далее, это было, и там появляются новые, как бы, нормы юриспреденции, которые, которые концентрируются в нем именно на интернете. И поэтому некоторые выступавшие говорят также о том, что существует конфликт между правами человека и интеллектуальной собственности, свободой выражения, правами инвалидов, там, и так далее. И существует для того, чтобы можно было лучше понимать о том, как можно вот эти права как-то отрегулировать, чтобы они не мешали друг другу. И у нас были дискуссии также и о том, что появляются новые какие-то инструменты для того, чтобы можно было в отношении тех форм насилия, там, в качестве массовой слежки, там, и так далее. И о том, как община, которая занимается управлением интернета, и так далее, как она может отмикнуться на эти новые совершенно вызовы себе. И у нас там, по-моему, у нас достаточно глубокий анализ проводился в отношении вопросов о правах человека. Также мы обсуждали регионы, в частности, африканский регион, поднимался вопрос инфраструктурных вопросов, Латинской Америки, вопросы декриминализации, дефамации через интернет-источники. С точки зрения того, чтобы найти связь между фундаментальными правами и развитием стандартов, вопрос заключался в том, что здесь очень популярная тема, каким образом создать стандарты интернета, которые бы позволяли разумные ограничения онлайн, потому что это как-то должно быть гармонизировано с вопросами свободы открытого выражения и соответственно вопрос заключался в том, как технические стандарты могут гарантировать соблюдение прав человека по природе своих технических решений, если хотите. Я думаю, вот собственно, вот эти основные вопросы, которые я бы отразил в своем заключительном слове. Спасибо. Я думаю, сейчас у нас около 20 минут для того, чтобы обсудить выводы нашего заседания, выводы, которые бы АДЖЕФ мог предоставить для того, чтобы эту сессию в дальнейшем продолжить. но, к сожалению, у нас очень мало времени, я хотел бы извиниться перед теми, кто уже приготовил свои советы и хотел их озвучить. Пожалуйста, я предлагаю вам их опубликовать в Твиттер или послать через электронную почту. Пожалуйста, если у вас есть какие-то идеи относительно продолжения этой дискуссии по правам человека в рамках АДЖЕФ или АДЖЕФ может быть может дать какие-то советы совету по правам человека или другим организациям или как продолжать обсуждать эти вопросы. Пожалуйста, обсуждайте их и обращайтесь к нам, мы вас поддерживаем. Спасибо, вы были очень терпимой и высококвалифицированной аудиторией от имени Карл и Чой и Аня и Амриет и от меня лично я благодарю вас сердечно также я благодарю удаленных модераторов тех, кто пользовался твиттером в наших дебатах еще раз большое спасибо за ваше участие и так, господин председатель вот все, что я хотел сказать со своей стороны я хотел бы сказать что действительно мы можем отметить, что решили все продолжать этот диалог я думаю что эта сессия будет в каждом из форумов FIGF продолжаться я думаю что действительно это была очень продуктивная сессия сегодня после обеда дискуссия которая была посвящена открытости правам человека свободу выражения свободу потоку информации в интернете эти вещи мы обсуждали в плане решения этих проблем в реальном и виртуальном мирах включая включая наших экспертов участников со стороны удаленной аудитории если мы будем обсуждать открытость я думаю что это бесконечная дискуссия нужно учитывать инновации новые тенденции потому что каждый хочет иметь доступ к информации в любое время и при этом не платить ничего соответственно с другой стороны здесь очень важно посмотреть что вот такой доступ является основой выполнения целей развития тысячелетия а также возможности использования международного потенциала в целом и спасибо и я желаю вам приятного вечера спасибо